Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас шестой день месяца белого сияния и покоя мира. 7500 двадцать четвертого лета третейник по одному из старинных календарей. А по одному из современных 17 декабря 2015 года четверг. Тело, душа, дух, правила и возможности взаимодействия. Такова тема сегодняшнего эфира. Главный сведущий Сурияр. Здравия тебе, Сурияр! Здравия всем радовичам, кое-то пребывается в одном эфире. Хорошо. Ну и те, кто будет, естественно, слушать еще записи. Итак, вот, скажем так, довольно интересная тема, многогранная. Тело, душа, дух. Очень часто это все вместе соединяет. Очень часто кто-то говорит, да, только тело существует. И вот как бы нам найти что-то объединяющее в суждениях и того, и другого миропредставления. То есть материального и духовного. Почему такая интересная тема выбрана? Давай с этого начнем. И потом уже будем искать вот эти взаимосвязи. И попытаемся примирить эти два мировосприятия. И внести в эти мировосприятия какую-то свою интересную, может быть, для кого-то новую струю понимания. Ну да, надо попробовать разобраться с этими основополагающими вещами. Потому что я, в принципе, на каждом эфире повторяю примерно одно и то же. В том ключе, что нам необходимо стремиться к тому, чтобы повысить свою осознанность в каждодневном движении. И одновременно обрести полноценное миропонимание. А для чего это нам необходимо? Для того, чтобы суметь воспринимать, суметь различать и суметь находить свой путь на стезе правил. Вот примерно так. То, что касается тела души и духа. Ну, это не совсем, скажем, отвлеченные категории духовного какого-то начала. Тут есть совершенно практичные вещи, которые, по большому счету, каждый способен в той или иной степени ощутить и проверить. И то, что я, опять же, каждый раз стараюсь повторять в надежде, что многократное повторение все-таки дойдет до большего количества ушей, через это там до умов, а потом, наверное, и до сердец. Что нам необходимо возродить веру в том, как сказать, ее выражении, о котором мы говорили неоднократно. То есть, восприятие света, ра, происходящего, приходящего к нам, собственно говоря, с вышних небес, с горных миров. Вот, это примерно так. Алексей? Хорошо. Ну, еще мы начнем, как будем объединять, как будем рассказывать о взаимодействии и правилах. Ну, мы, наверное, пойдем тем же ключом. Мы там в той или иной степени касались определений Яви и Нави. И там у нас потенциально... Еще мы не раз к этому вернемся. Почему? Потому что у многих людей там, ну, недавно вот там было в Ростове, в Москве, в Краснодаре, и общаешься с людьми, люди там один год, два, пять, а кто-то и десять лет читает всевозможную литературу, смотрит видео, там где-то что-то пытается постичь. Но, к сожалению, уровень развлечения пока еще, наверное, в большинстве случаев недостаточен. Поэтому мы и пытаемся каждый раз вот эти вещи заново с одной стороны повернуть, а с другой стороны, чтобы понимание возникло. То есть тело, душа и дух. Давайте сейчас так, краткий, наверное... Краткий... Ну, не анонс, а так более-менее развернуто, и в то же время кратко мы разберем вот эти термины сами по себе, не исходя там буквицы или кодово-слогово, а просто по общепринятым меркам для начала, а потом уже будем углубляться в само движение, пытаясь понять, собственно говоря, наша задача, в конце концов, опять же, повторюсь, обрести более-менее цельное миропонимание. Поэтому, что такое тело? Обычный человек... Ну, вот, да, сейчас немножко уклонился в том плане, что я сказал, что мы разбираем яф и найф. Вернусь к этому. То есть, соответственно, наш спектр восприятия, есть такое определение реальности. Реальность – это то, что дано нам в ощущениях. Собственно говоря, то, о чём нам сигнализируют наши чувства, обычного человека их перечисляют пять, повторяться не буду тут. Собственно говоря, я думаю, все прекрасно помнят. Ну и добавляется ещё шестое – интуиция. Подразумевает, что вот эти пять чувств нам сигнализируют об окружающем нас явном мире, а интуиция позволяет воспринимать мир, который наши чувства, обычные, неразвитые, передают, не могут как раз передавать. И, соответственно, в этом плане возникает вот это разделение, то, о чём мы регулярно говорим, что вот есть яф и есть найф. Значит, яф – это то, что мы воспринимаем через чувства. Как уже повторял и говорил неоднократно, что спектр нашего светового восприятия, он очень узок в том ключе, что мы достаточно ограниченное количество световых волн способны воспринимать и свои глаза, и свои световые рецепторы, которые уходят в три мозга потом, в три уровня мозга. Это древний, там тройка, там гангли, и каждое, собственно говоря, совмещение этих картинок и даёт в той или иной степени картину внешнего мира. По информации, насколько я понимаю, глаз даёт порядка 90% вообще всей информации, которая поступает нам в мозг, а остальные уже дополняют картину. Точно так же, что касается нашего слуха, мы воспринимаем очень узкий спектр звуковых волн, всё, что уходит в область ультразвука, там до бесконечности инфразвука, для нас, собственно говоря, тоже является тёмной стороной и невидимой. Это всё относится к области нави. Соответственно, вот это у нас три единства, мы с одной стороны говорим три единства, с другой стороны просто понимаем, что то, что нам дано в ощущениях, это, собственно говоря, тело. Душа – это уже как бы уровень интуиции, а дух получается даже не уровень интуиции, а уровень смысла, наверное, в каком-то понятии для нас. Почему? Потому что дух подразумевает, что мы движемся в том или ином направлении. Душа позволяет почувствовать это направление. А тело осуществляет движение в этом направлении. Вот, примерно так. Алексей? Я как-то и выстроил всё. Значит, получается, они, и тело, и душа, и дух, они имеют единую точку соприкосновения в мире яви. То есть, так или иначе, они в мире яви присутствуют. Но тело, оно ощутимо, каждый может его потрогать, мало своё тело может потрогать ещё и тело другого человека, увидеть, потрогать, ощутить, даже услышать. А вот душу и дух, как услышать, как почувствовать, как вообще понять, что они существуют. Ведь в отличие от тела, у них физической оболочки не существует. Как многие учёные сейчас соглашаются, слово учёные у нас забавное, но мы всё равно его повторяем, используем. Многие учёные всё-таки склоняются к тому, что наш мыслительный процесс, наша память, собственно говоря, источник наших мыслей, не находится внутри нас. Он находится вне нас. Там кто-то различает, как бы, некий источник, находящийся на достаточном удалении от нас, от нашего явного тела. Либо есть такая полевая структура, там окружает нашу голову, собственно говоря, в которой все эти вещи и хранятся. И даже есть такие эксперименты, не эксперименты, назовём их так, что люди, подвергшиеся воздействию достаточно большой силы электричества, у них происходит стирание каких-то сюжетов. Хотя внешних разрушений, условно, в мозгу как таковых нет, а информация бывает искажена. Соответственно, некое полевое поражение при ударе электрическим током достаточно большой силы, оно происходит. Это пока мы оставим в уровне предположения, не будем утверждать это, безусловно, но сам факт, как таково, он зафиксирован, что искажение памяти, искажение мировосприятия, оно в той или иной степени происходит, несмотря на то, что тело, явный мир, вроде бы не изменился. Значит, некая тонкая составляющая прошла определённую трансформацию, там было искажено, там разрушено, либо ещё что-то. Вот. Значит, мы начнём с тела всё-таки. Что такое наше тело, и каким образом оно выстроено, и является ли оно носителем какой-либо идеи само по себе тело как таковое. Вот. Значит, когда человек, вот происходит элемент, момент зачатия, вот есть понятие там зигота, яйцеклетка, сперматозоид, и потом появляется первая клетка, которая начинает формировать клетку за клеткой, клетки начинают делиться, потихоньку начинает строить тело. По происшествии примерно 9 месяцев при хорошем нормальном сечении обстоятельств появляется младенец. Это уже некое вполне себе оформившееся существо, имеющее ручки, ножки, ну и, собственно говоря, все первичные и половые признаки способности ощущать окружающий мир посредством тактильных ощущений, то, что называется нашими пятью чувствами. Это раз. Но вопрос такой, что появившееся это существо, да, мы там, и не то, что предполагаем, а в достаточно уверенной степени знаем, что оно обладает своим сознанием, потому что, как и Горяев, и достаточно большое, опять же, количество ученых уже пришли к тому выводу. В данном случае мы, опять же, не будем это упирать как безусловное знание. Всем слушателям всегда предлагается проверять и принимать, в общем-то, свое мнение и решение по поводу той или иной информации. Я говорю, то, что есть, но имеется в виду, вот какова информация есть, принимается она, безусловно, или нет, это на сегодняшний день выбор самого человека. Так вот, то решение, которое, не то решение, а та информация, которую, собственно говоря, выдают нам ученые, они подразумевают, что зигота, это, собственно говоря, тоже даже не антенка, а как бы некий чип, который воспринимает информацию от полевой структуры. И полевая структура имеет, собственно говоря, всю информацию о том, как будет выглядеть этот человек в утробе матери, после рождения, как он вырастет, и, собственно говоря, весь, как бы, алгоритм развития тела, как такового, он уже в этой полевой структуре прописан. Вот, собственно говоря, то, откуда строится наше тело, и что оно из себя представляет. Да, вот здесь я хочу тоже добавить тебе в подтверждение, что современных ученых ставят в тупик вопрос. Скажите, пожалуйста, вот яйцеклетка одна, в ней определенный набор хромосом. Они говорят, да, одна. Вот она поделилась на две. У них тоже одинаковый набор хромосом? Да, одинаковый. Они, в свою очередь, тоже делятся на две. У них тоже одинаковые? Да. И вот так задаешь вопросы. Везде все получается одинаково, но каким-то образом вдруг появляются совершенно разные клетки, которые представляют различные органы, где набор хромосом, в общем-то, вроде бы и похож, но функциональность клетки совершенно другая. И как они получаются? Откуда они берутся? Ученые не могут ответить. Вот до поры, до времени, когда яйцеклетка делилась пополам, все понятно. Свойства одинаковые, набор хромосом одинаковый. Еще раз делилось восемь, тоже все понятно. Вот когда там уже за несколько тысяч зашкаливают, вдруг почему-то появляются совершенно разные клетки с разным функционалом. Клетки, печени. Да, да, да. И они не могут это понять. А почему это появляется и откуда это все берется? И вот тут как раз возникает в нем вопрос. А какие-то вы тогда ученые, если вы элементарно не можете разобраться с тем, что является основой жизни человека, о каком учении вы тогда говорите? Вы трупы изучаете или рождение живого человека? Вот когда вы поймете, что такое живой человек, от куда он берется и как это все происходит, вот тогда вас можно называть учеными о жизни. А когда вы просто умеете лягушек разбирать на запчасти или в трупах ковыряться, ну, в этом случае вы трупятники, но ни в коем случае не ученые, которые про жизнь говорят. Это не мои слова, это сказал один из тоже ученых. Так что вот такие интересные моменты. И вот тут как раз мы можем уже перейти, наверное, а почему же все-таки формируется тело человека, подо что оно формируется, для чего, с какой целью. И вот переходим, наверное, уже к душе и духу. Нет, я думаю, что мы… Еще продолжим, да? Ну, давай. Да, немножко все-таки, потому что так случилось, что условно наша духовная, в скобках религиозная доктрина, она последние тысячи лет очень мало развивалась, но имеется в виду осмысление и напитывание ее новыми знаниями, которые открывались, ну, там, по изучению материального мира, потому что изучением духовного мира, собственно говоря, ни одна из так называемых традиционных конфессий особо не занималась, потому что они все вошли в догмат, и, собственно говоря, в этом догмате уже не одну тысячу лет, бывает, пребывает. А что касается тела, почему нам сложно перейти к следующим категориям, сейчас объясню, что тело само по себе обладает достаточным функционалом для выполнения огромного количества необходимых вещей. И по большому счету вот эти категории душа и дух, они, в принципе, совершенно спокойно могут в течение целой жизни остаться вообще за скобками. Имеется в виду в плане осознания и в плане включения в тот ход, который осуществляет человек в течение своей жизни. Почему? Потому что тело, помимо того, что имеет вот эту полевую структуру, которая, с одной стороны, понятно, что она связана с источником, вот эта полевая структура, почему? Потому что как бы сама по себе обычай нашего, да, воин, гласит, что наши души, они совершают коловращение между миром Яви и Нави, выбрав меру своего бытия в Яви, отправляются в Нави, прибыв там свой срок, возвращаются опять в Яви. Соответственно, любое, любой младенец, ну, любое зачатие, которое происходит, оно происходит одновременно при возникшей связи небес и земли. Соответственно, то тело, которое здесь проявилось, оно проявилось в соответствии с неким порядком вещей, с неким планом, который не имеет противоречия с небесами. иначе, ну, мы сейчас, к сожалению, такое огромное количество случаев, но статистика не даст мне, наверное, соврать в той или иной степени, но, словно, от четвертой части до третьей женщин имеют очень большие проблемы с зачатием. И, по моему достаточно твердому мнению, это как раз заключается в том, что утрачена связь. с тем источником, откуда, собственно говоря, приходят потомки, дети, потому что те, которые их призывают, не имеют вот этой связи. Это один из элементов. Соответственно, тело приходит, оно имеет определенный функционал. Функционал мы назовем этим простым инстинкт выживания. Инстинкт выживания тут еще нет ничего такого, чтобы нас толкало к некому исследованию духовного составляющего или душевного. Потому что это тоже разные вещи, и что такое душа, мы сейчас тоже постепенно будем развивать. Соответственно, если человек инстинкт выживания, он подразумевает встраивание себя в социальные схемы таким образом. Собственно говоря, младенец с первых часов своего появления, с первых часов своего рождения, он уже там ищет грудь матери, ищет способ, если какой-то громкий звук и еще что-то, он куда-то уже пытается забиться, закрыться от этого. То есть, у него уже первый функционал начинает работать, раскрываться. И так вот, день за днем, месяц за месяцем этот инстинкт, он формирует стереотип поведения. И, собственно говоря, стереотип поведения, усвоенный, с одной стороны, через инстинкт, какие-то вещи вполне себе безусловные, в той, в более позднем возрасте человек уже смотрит на, ну, как в позднем, имеется в виду, там, первый год, второй, третий год жизни, тогда, когда он именно постигает окружающий мир. Он уже начинает повторять стереотипы поведения своих родителей. Ну, собственно говоря, тех взрослых людей, которые его окружают. И, соответственно, вот это его составляющее, собственно говоря, это, наверное, могли бы назвать некий внутренний ум, потому что это еще не сознание. Это как бы некий стереотип, некие правила поведения, которые позволяют ему, согласно его инстинкту выживания, которые он проявляет в тех или иных действиях, позволяют ему выживать. И, соответственно, так как он выжил, прошел дальше, эта схема выживания закрепляется достаточно глубоко. Ну, и, собственно говоря, человек идет по жизни совершенно не задумываясь, не напрягаясь, выполняя одни и те же действия за дня в день и двигаясь, в принципе, от рождения к смерти, как правило, не изменяясь. Вот. Что такое душа в этом плане? Подожди, давай тогда подведем черту. Тело человека, если очень условно, примитивно подходить к нему, это животное начало, которое обеспечивает жизнь и деятельность человека. То есть, у него есть какие-то функциональные возможности от природы, у него есть какие-то заложенные программы, то, что называется, безусловные инстинкты, и есть какие-то условные инстинкты, которые нарабатываются с первых дней жизни. И вот, когда это все вместе закрепляется, появляется умение, то есть, то, что называется ум в конечном итоге, когда формируется ум, умение, и кто-то этим пользуется до конца своих дней, а кто-то продолжает развиваться. Этим, в общем-то, и отличается развитой человек от неразвитого. То, что один остается на уровне животного, который умеет говорить, и ничего больше не интересует, а другой пытается развиться дальше и приобрести какие-то навыки о чем-то размышлять, о чем-то думать. И вот тут мы как раз переходим уже к душе. Понятно, мне кажется, нашим радиослушателям, что животное начало – это базис, на который накладывается все остальное, и этот базис ради как раз души и духа, он здесь на земле и производился та самая программа, о которой ты говорил, она это произвела не просто так. А вот теперь что наполнять будет человека, давай мы дальше будем с тобой рассуждать, то есть душа и дух. хорошо. Ну тут, да, я с тобой соглашусь-то очень хорошо подрезюмировал то, что я сказал. Ну, условно, не условно, безусловно я называю, программа выживания – это некое безусловное действие, которое осуществляет тело, не осмысливая, не разбирая, просто осуществляя для того, чтобы сохраниться в этом явном мире. И, собственно говоря, когда вот этот элемент выживания в большей степени удовлетворен, индивидуальный, то мы как бы, у кого есть дети, кто общался с детьми, те, наверное, прекрасно помнят, что в подавляющем большинстве своих проявлений дети достаточно жесткие эгоисты. Ну, условно, есть я и мое желание. И какие-то элементы прививать воспитание или через объяснение, что вот хорошо бы поделиться с другими детьми или не кричать, ты мешаешь другим слушать или еще что-то, они не имеют особого воздействия в плане увещевания. А добрый шлепок по попе, как правило, очень быстро доходит до головы, потому что как бы известно, что вот этот элемент сразу идет на запись в том, что вот это действие наносит ущерб выживанию. Поэтому я не призываю решать все вопросы с детьми таким образом, но наши предки как-то умудрялись совмещать доброе с полезным. Соответственно, дети вырастали не впадая там всевозможные, потому что если не корректировать поведение ребенка, он в принципе так и останется вот в этой минимальной нижней схеме выживания и вопрос как он дальше будет развиваться, скажем так, на душевно-духовной эстезии, он остается под большим вопросом. Да, Сурьян, ты не забывай, что мы говорим о предках, которые имели полноценные семьи, где не один, два, в лучшем случае три ребенка, а где девять и шестнадцать детей, у кого-то и тридцать и так далее. Поэтому там создавался мини-социум, где дети уже по-другому смотрели на этот мир, они понимали, что он не один единый эгоист, который на себя тянет одеяло, а то, что вокруг тебя есть твои братья, сестры и родители, социум семейный, он тоже влиял на то, что на формирование человека, как не просто физического какого-то животного начала, а и как нечто более высокого. Это первое. А во-вторых, когда мы говорим про маленьких детей, то здесь есть феномен Буратино, то, что называется. Помните, когда Мальвина его пыталась учить? Да, вот некто взял у тебя яблоко, сколько у тебя яблок осталось там? У тебя было два. Он говорит, два и осталось, почему? А я этому некто не дам, хоть он дерись. Современные дети это Буратино, который жил самим по себе, и вот как раз им очень полезно показывать этот фильм и мультик. А лучше всего завести в семье полноценные такие условия, где есть несколько детей, ни один, ни два, ни три. И тогда из этих Буратин неотесных будут появляться настоящие мальчики и девочки, чадо, которые будут перерастать уже в нормальных человеков с большой буквы. Давай, продолжай. У нас еще три минуты до музыкальной полосы. Да, да. Ну, потому и говорят, что детей можно воспитывать так или иначе, а вот это, то, что мы говорили, инстинкт выживания, он несет в себе потенциально все-таки звено альтруизма, имеется в виду, что когда маленькое или там не очень маленькое существо начинает осознавать, что его программа выживания лучше реализуется среди близких людей. Это вот уже начало душевного строительства. Но это еще есть именно в самой программе выживания, что альтруизм, он в той или иной степени способен включиться, ну, просто чуть в более позднем возрасте. И условия, опять же, если мы сумели образовать правильно родителей, чтобы они знали, куда двигаться и как доносить разумную мысль до своих детей. Вот. А теперь что? Тут у нас сейчас уже, да, буквально? Да, музыкальная пауза сейчас уже скоро, поэтому давай сейчас не будем эту тему поднимать до музыкальной паузы, а сразу после нее поднимем. Хочу всех предупредить, что иногда бывают не по нашей вине перебои с сайтом, у провайдера какая-то проблема возникает, может там оборудование меняют, может еще что-то, или вот недавно какие-то хорошие люди ДДОС-атак устраивали на сервер. Так что не расстраивайтесь, всегда есть возможность послушать радио, и те, кто следит за развитием радио, те знают, что есть альтернативные способы слушания, это ссылки, которые можно вставлять в плеера, и без захода на сайт, без включения браузеров, просто включать радио и слушать у себя на компьютере, или на планшете, или там еще где-то. Вот. Так что если вы хотите что-то услышать, вы услышите. Где их взять? Во-первых, в чатах скайпа они распространены, сегодня распространили в очередной раз, и в группе контакты, в группе фейсбука, в группе одноклассники они также есть. Так что не поленитесь, заходите, друзьям рассказывайте, и давайте как-то будем искать способы для того, чтобы не отрываться от вещания, и всегда быть в курсе дела, потому что есть такое знаменитое выражение «Тот, кто не хочет, ищет причины, а тот, кто хочет, ищет способы». Вот давайте как раз будем искать способы, как решать эти маленькие проблемки и невзгоды. Все, переходим на музыкальную паузу, после нее через три с небольшими минуты продолжим изучать и разбирать нашу тему. В эфире Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, сегодня шестой день месяца белого сияния и покоя мира, 7524-го летостворения Мир в Звездных Раме Третьяник по одному из старинных календарей, а по одному из современных 17 декабря 2015-го года четверг. Тема сегодняшнего эфира такая «Тело, душа, дух, правила и возможности взаимодействия». Главный следующий – Сурияр. Итак, мы остановились на следующем этапе разбора этой темы. Это переходим уже к такому интересному явлению в нашем теле, как душа и дух. Вот давай, наверное, с души и продолжим. Продолжим, да, но немножко уточню. Мы все-таки не будем душу загонять в тело. Мы же вначале сказали, что у нас есть разные представления, есть материалистические, которые вообще душу отрицают, а есть те, которые говорят, что душа вообще все. Поэтому мы как-то сегодня пытаемся свести эти позиции вместе, поэтому я такой применяю слоган, что вот тело разобрали, а теперь давайте помимо что же такое душа в этом теле вот с этой точки зрения. Поэтому тут я еще раз маленькое закругление относительно тела сделаю, что тело собственно говоря развивается с момента зачатия и там условно до 24-5 лет оно все время развивается, набирает какие-то новые качества, вместе с новыми качествами набирает информацию из окружающего мира, это достаточно большой объем и через тело посредством ума человек взаимодействует с окружающим миром. Где тут душа и в каком она элементе возникает, по большому счету может не оказаться никакой необходимости в душевном взаимодействии с окружающим миром. Тут может быть выскажу некоторые условно противоречивые вещи, но для меня они достаточно безусловны, как долгие годы практик показали, что примерно так оно и есть. Не примерно, а практически безусловно. Для меня я выскажу это как мнение. Каждый уже по мере своей, по мере своего понимания, по мере своего проникновения будет это либо воспринимать, либо отрицать, либо будет двигаться путем познания параллельным или похожим на тот, который прошел я. Ну и продолжаю естественно идти. Мы привыкли, что в том догмате, который реализует и представляет христианская церковь, душа выставляется как нечто настолько огромное и объемное, что оно или она значительно важнее всего, что может быть в жизни. Поэтому задача каждого человека спасти свою душу. ну вот собственно говоря доктрина или догмат христианский, который в той или иной степени присутствует в РПЦ, который не слагает. Он подразумевает, что спаси свою душу, ибо по смерти тело твое будет предано земле, ну или там еще какому-то способу захоронения, и так до страшного суда, если ты там провинился, душу твою подтянут в темные пределы, в ад, как они называют, а если ты был праведником, точно так же навечно практически будешь пребывать в раю. Вот, и поэтому тело объявляется ими как сосуд греха, а душа как условно небесная птица, которая неким непонятно таким образом оказалась в этом грешном мире. Вот, тут у нас наверное с нашим миропониманием имеет достаточно большое расхождение, почему, потому что душа как таковая, она в этом плане имеет в себе наверное функцию слова такое никак не могу подобрать, слово адаптер с одной стороны крутится, но вот неким мостиком, неким переходом, который может соединять мир явный с миром духовным. Это то, что касается нас как таковых, потому что мы понимаем, что тело несет в себе живу и живо до той поры, пока в нем пребывает дух. Как только и дух горит из него вон и тело осталось бездвижным, бездушным, бездуховным. И собственно говоря, человек с этого момента перестает существовать, потому что дух из него вышел. Так вот, душа собственно говоря, это получается некая точка светимости, да, ну вот такой термин употребим, которая способна воспринимать живу, способна воспринимать дух и оживлять тело, которое мы воспринимаем чаще всего как самих себя. Но как показывает практика и как показывает опыт нашей жизни, что условно происходит нечто непонятное, ну вот то, что называется дух из него вон, и тело перестает быть вот неким цельным существом, которое имеет возможность перемещаться в мире, осознавать, взаимодействовать и все прочее. При внешней неизменности, потому что условно отличить живого человека от того, с которого живо вышло, чисто визуально вы не отличите, собственно говоря, спящий человек очень часто похож на человека, из которого живо покинуло. Вот, поэтому то, что мы называем душой, вот она в своем первичном приближении, в первичном функциональном исполнении, она как раз является вот этим мостиком, который соединяет дух, который поступает туда, куда выделена эта индивидуальная частичка, ту, которую мы называем душой, и через это тело оживает. и поэтому ее первичный функционал, назовем так, это да, сохранять какой-то опыт, фиксировать его и постепенно нарабатывать. Поэтому то, что мы говорили о теле, по большому счету, там до пяти, до семи лет, когда программа выживания инстинктов процентов на восемьдесят или девяносто уже заполнены, человек живет как раз чисто инстинктивными своими сюжетами, и душа как такова и вбирает именно опыт механический выживания. И, соответственно, в определенном тандеме тело и душа, и душа как хранительница опыта и возможность, как бы, душа как бы имеется ввиду, она работает в обе стороны, она принимает информацию из мира горнего и способна информацию, которая набирается в мире явном, каким-то образом как бы не совмещать, а уравновешивать с информацией мира горнего. Просто до какого-то момента это не сознается, может быть, даже в течение всей жизни не сознается. Но вот то, что мы называем совесть, и такие часто люди употребляют мучают совесть или что-то еще, по большому счету передатчиком вести в данном случае выступает душа, а весть идет от духа. Поэтому душа может остаться либо в таком зачаточном состоянии, когда она условно будет сидеть где-то в углу, условно, скажем так, в углу попискивать периодически, либо если человек живет более-менее осознанно в родовом обычае и пытается развить свое взаимодействие с небесами и с окружающим миром более широко, она у него может развиться достаточно серьезно. и поэтому мы уже говорили о чарах и омутах или чакры, как в ведической индийской традиции называется, что по сути вот у нас есть от нижняя там, которая отвечает за выживание до вышней, которая отвечает за связь с духовным миром. Собственно говоря, наша душа, она точно так же пребывает как мостик, взаимодействующий с горними мирами, пребывает в каждой чакре в виде вести. И она точно так же в каждой чакре, в каждом истоке, который в нашем теле есть, она набирает свой опыт. Поэтому вот эти смыслы, вот эти уровни развития души, точно так же выживание, уровень возможных взаимодействия полов, возможность взаимодействия с другими людьми, возможность как бы созидания. Это все возрастание души и набор жизненного опыта. Это вот то, чем занимается наша душа, то, что она как бы вместе с вестью горни, вместе с памятью, вместе с той силой, которая через нее приходит, она набирает опыт, его в той или иной степени обрабатывает и хранит. Поэтому душа имеет возможность набирать оболочки, вот то, что неоднократно, наверное, вас слышали, там называют, перечисляя те или иные тела, называют их как бы ведической традицией, то ли в традиции нашего родового обычая до девяти, до тринадцати тел. Это в данном случае больше теория, потому что условно до пятого тела это уже на сегодняшний день считается очень хорошим достижением, если удалось развить пять оболочек души и более-менее гармонично взаимодействовать с окружающим миром. И, соответственно, сама по себе душа, она начинает проявляться в той или иной степени, скажем так, на осознанном элементе, когда человек начинает взаимодействовать с миром более-менее осознанно это раз, а второе, когда он свое эгоистическое начало пытается, ну, не пытается, а уже осознает необходимость уравновешивания своего эгоистического начала с окружающим миром, то есть с пожеланиями других людей, это уже уровень выстраивания третьего, четвертого тела, как таковых, это вот то, что касается нашей души, поэтому до того, пока вы, ну, словно, не практикуете, не изучаете веды в этом направлении, ну, и там хотя бы с кем-то из следующих людей не общаетесь, как правило, ощутить движение своей души, кроме как там в качестве страха или без причины радости или еще чего-то, ну, опять же, все проявления нашего сознания неосознаны, мы как бы очень тяжело можем выделить вот эти душевные порывы от чисто инсинктивных там чувственных составляющих, и и в этом собственно говоря сложность, потому что где-то на нижних этапах на зарод живот оно еще работает как бы практически в унисон с инстинктами, то есть она позволяет просто воспринимать некую тонкую составляющую, какая есть собственно говоря у любого животного, которые чувствуют опасность, что-то еще там, она выступает как некий элемент интуиции, получая информацию весть по-нашему из общего информационного плана скажем и в той или иной степени без адаптации передающей ее на подкорку, почему там возникает состояние иногда тревоги или что-нибудь еще, но там я говорю множество различных состояний, которые для обычного человека не имеют как кажется какого-то явного источника, и в то же время эти состояния приходят, потому что душа все равно работает как передатчик, просто вот этот момент осознавания он возникает значительно позже, при условии, если человек хотя бы в той или иной степени стремится к этому, то ту или иную практику осуществляет. По мере возможности мы немножко еще поговорим, какие примерно практики можно делать, чтобы потихоньку начать чувствовать именно движение своей души, не движение своего тела, а как бы сделать некое внутреннее выделение потребности тела и потребности души, чтобы была возможность устремляться. Соответственно, развиваясь в течение жизни, накапливая опыт, душа, она вот аккумулирует этот элемент, но как мы собственно говоря неоднократно слышали, по большому счету практика это подтверждает, потому что когда приходят заново души, которые ушли не имея достаточного уровня сознания, не приходят, собственно говоря, уровень их восприятия мира, он примитивен и минимален, и никакого опыта по большому счету они с собой принести не смогли. Почему? Потому что момент осознанного восприятия опыта и фиксации его в своем духе тут уже не произошел. Соответственно, после того, как они выбрали меру бытия и ушли вновь, они собственно потеряли практически все вот эти тела, которые собственно говоря являются наработанными слоями души. Вот что касается таким образом. Алексей? Да уж ты все так говоришь хорошо, даже перебивать тебя как-то не очень хочется. Все очень правильно рассказываешь. Когда ты рассказывал в самом начале связи всех, и мне сразу представился фильм «Аватар». Теперь я понял, откуда они взяли сюжетик. «Аватар» когда связи все работают, то «Аватар» живет. Как связи обрезают, ну и раз и все лежит себе и никого не трогает. Так что очень похоже. Ну это в данном случае для меня и личный опыт и как бы по факту изучения постижения вет нет. Информация там это есть. Никто ее никуда не убирал и просто вопрос закрепить ее надо все-таки попытаться через свой опыт. Ну слава богам были те, кто помогли пройти этот путь. Ну как еще говорится было бы желание придут тебе и знания. То есть если есть желание ну все и нормально. Да. Готов ученик готов и учитель. Будет ему учитель. Ну в общем да. Это вот что касается души. Да. Как таковой. Соответственно ну сейчас так попробую немножко описать наверное то упражнение которое по крайней мере поможет разделить внутреннее внимание в практиках это называется как бы духовными наверное мы еще не назовем это практики просто развития внимания практика развития повышенной чувствительности то бишь мы имеем вот эти пять чувств которые обычны и плюс интуиция но интуиция в данном случае уже начинает работать на уровне сверхчувствительности то есть постепенно может развиться сверхслух сверх знаний еще какие-то сверх восприятия по большому счету там вместо пяти может оказаться двенадцать тринадцать побольше чувства вот этот спектр восприятия навного как такового мира он значительно расширяется явный мир соответственно обретает огромное количество красок и возможностей вот что касаемо души как таковой тут ничего особо оригинального нет но в том плане что практики эти в тех или иных традициях они достаточно хорошо описаны в том ключе что вот чем занимается наше тело обрабатывая вот этот ум и собственно говоря огромная темная наша составляющая то что мы могли бы назвать область инстинктов она занимается чем она все время мониторит внешний мир мониторит внешний мир и по большому счету с каждым дыханием с каждым вдохом она как бы проецирует ту или иную мысль в нашем сознании и эти мысли они вот в постоянном хороводе в нашей голове ходят и собственно говоря так как они присутствуют в голове обработка всего внешнего мира происходит как раз в голове скажем как в таком достаточно даже не мощно но как бы в неплохом калькуляторе потому что даже компьютером по большому счету по скорости обработки поступающей информации не назовешь так вот вот эта мысль она является первым шумовым фоном первым экраном от который закрывает от нас возможность услышать более тонкие составляющие поэтому для того чтобы нам вырваться из проекции той которую дает тело и попытаться услышать вот хоть какие-то движения души потому что когда человек практикует какое-то там достаточно продолжительное время как показывает практика там порядка четырех шести месяцев он уже начинает слышать вещи более тонкие что для этого надо то что в и ведической традиции и в нашей и в индийской и в буддизме есть такое понятие остановить мысль да или остановить ум как часто говорят но ничего с одной стороны часто у людей не получается почему потому что как любое делание оно подразумевает что должна быть качественная практика с одной стороны а с другой стороны эта практика должна быть должна регулярно исполняться потому что если вы этого не делаете как там то повторяйте путь человека который искал долго воду выкопал 12 колодцев и ни в одном не нашел воды а как бы сосед в одном метре продвинутый прокопав еще метр нашел оживотворящее источник поэтому я говорю тут необходимость своего личного труда физический труд за вас может сделать кто угодно а вот этот момент духовного труда можете сделать только вы сами поэтому я неоднократно описывал ну там на других ресурсах и там на сайте каким образом эту практику реализовать ну сейчас двух словах коснусь ну и в то же время если будет необходимость а я думаю она будет мы будем к ней возвращаться там если кто-то будет практиковать будут какие-то вопросы возникать и в общем-то по мере своего понимания всегда там поможем проконсультируем что-то расскажем так вот смысл такой что вот этот хоровод мысли он от нас закрывает возможность восприятия более тонких составляющих окружающего мира то что воспринимает душа когда мы выбираемся за этот хоровод мыслей по большому счету мы можем постепенно начать слышать вот этот элемент взаимодействия нашей души с нашим сознанием нашей души с миром горным но это опять же по мере развития соответственно в чем сама по себе практика могла бы заключаться или заключается как рабочая практика в данном случае вы выбираете время потому что вот этот момент сейчас объясню для чего наверное это необходимо с одной стороны там есть две составляющие потому что опять же для того чтобы наша вера обретала веду значит мы должны работать над тем что наше знание возрастало знание возрастает становится оно это знание веданием постепенно становится веданием если мы постоянно занимаемся для чего нам это надо опять же там вот и душа и все прочее почему потому что одна из основных заповедей которая собственно говоря определяет все наше движение в жизни после жизни и в этом вечном коловращении сил и времен которым называется нашей всемири оно подразумевает расвитие то бишь возможность и правильное делание для того чтобы воспринять в себе свет и через этот свет преобразиться то бишь изменить свой образ на более качественный и называться богом не по остаточному принципу как мы там типа если мы родовичи значит мы уже все потенциальные боги нет бог тот кто занимается сам над собой сам с собой и в общем-то возрастая поднимается в светлую нас становится по праве вместе со свежими предками богами родными которые созидают наше всемирие вместе с нами теми кто осознает самих себя так вот поэтому я говорю что сами по себе упражнения они не являются как бы не сложными с одной стороны а с другой стороны надо понимать что в них есть необходимость и их исполнение позволяет нам выбраться из уровня наших достаточно слабых умопостроений уровень хотя бы знания которое постепенно все-таки может развиться ведание при том условии что мы будем практиковать хорошо давай мы эти упражнения сразу после музыкальной паузы поднимем напоминаю что у нас работает чат действие сайта восстановлено там была проблема стороны провайдера все исправили так что вы можете войти в чат и задавать вопросы если еще не зарегистрированы то в этом случае вам нужно будет зарегистрироваться придумать логин и пароль латиницей и после этого главное что потом не забыть вы сможете пользоваться чатом задавать вопросы в эфире общаться с своими друзьями тебе у меня такое предложение все-таки не разделяя ведическое и родовое это одно и то же просто как-то я не разделяю я разделяю не веди я разделяю вот есть индийское ведическое ну вот в этом отношении да там есть некоторые я вот это разделяю потому что там есть достаточно много нюансов ну как бы мы порядка там полутора тысяч лет там 1700 практически шли параллельными скажем так ну да 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 а то просто когда ты говоришь так как называешь многие-то уже ведическое относят уже полноценно к себе и вдруг как слышать а вот есть наша я вроде говорю что это вот индийской ведической традиции и в нашей ведической традиции для меня это четко совершенно хорошо на этом позитиве переходим в музыкальную паузу другого нет в эфире народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио шестой день месяца белого сияния покоя мира 7524 лета сотворение мира в звездном храме третейник по одному из старинных календарей а по одному из современных 17 декабря 2015 года четверг тело душа дух правила возможности и взаимодействия такова тема сегодняшнего эфира главный сведущий Сурьяр я в свою очередь приветствую всех кто находится в чате народного славянского радио и с надеждой жду от Сурьяра той самой практики которую он обещал нам до музыкальной паузы пожалуйста благодарствую тебе за музыкальную паузу очень хорошая песня мелодичная они все хороши но как-то вот прямо так хорошо лейтм попало и все прочее вот что касаемо практики еще раз повторюсь в чем наверное необходимость каждый уже сам для себя принимает исполнять или не исполнять необходимость такая что вот эти неосознанные движения нижних слоев души которые взаимодействуют с нашей программой выживания попытаться вытащить в более осознанную плоскость чтобы там в потенциале ну вот как сказать тот или иной уровень видовства воспроявился то есть была бы возможность воспринимать те потоки силы света которые как правило находятся за пределами нашего обыденного сознания вот ну и соответственно это дает возможность на самом деле получить более насыщенную значительно более насыщенную жизнь ну и собственно говоря не блукать во тьме то есть обрести некий внутренний свет который будет вас выводить в правильное положение практически в любой ситуации ну собственно говоря вот поэтому перейдем к описанию самой практики как таковое в чем она заключается она сама по себе достаточно проста но просто надо понимать что надеяться на то что вот буквально через день или через неделю вы получите искомый результат наверное не стоит если это происходит но в крайне в крайне каких-то редких случаях и собственно говоря не столько там возможность как некое исключение из правил просто бывает что у человека изначально какой-то видовской дар есть и как бы эта практика в данном случае будет служить активатором этого проявления тогда какие-то возможности какие-то феномены которые позволяют через эту практику приобрести они приобретаются и проявляются значительно быстрее но надежды на самом деле достаточно мало потому что ну это редкое явление в наше время тем паче видите многие ведущие пребывали в течение ряда воплощений в спящем состоянии почему потому что не было тех которые позволили бы им проявиться возрасти в достаточной степени и обрести новый опыт чтобы уже с этим новым опытом прийти мы только сейчас вот эти дороги с достаточно высоким уровнем небес стараемся заново наработать восстановить вот сама практика заключается в том значит что для нее наверное может потребоваться порядка 30 минут до часа желательно это делать хотя бы два раза в неделю если есть возможность то уплотниться по большому счету это можно делать через день пока вы потихоньку наработаете какую-то свою силу в какой-то момент это перестанет вас там ну это требует определенных определенной затраты сил для начала в какой-то момент когда вы уравновеситесь достаточной степени сила перестанет тратиться она будет как раз за счет практики вас пребывать за счет этого правильного дела просто находите там не знаю в квартире в лесу как бы в лесу в этом плане полегче потому что там сама природа помогает спокойное место где вас никто не будет отвлекать садитесь там под деревом по большому счету не возбраняется тут лежать там одна сложность определенная есть что люди имея достаточно низкий уровень внутренней силы они часто засыпают ничего страшного в этом нет когда вы во время практики заснули почему потому что если вы начали практиковать и на какой-то более высокий уровень успели подняться до того как заснули значит вот этот момент внутренней проработки он идет достаточно быстро и через какое-то время вы перестанете засыпать потому что тот поток на который вы настраиваетесь он вас будет в общем-то активировать ваша внутренняя сила постепенно начнет возрастать и собственно говоря с самого первого дня делания вы уже будете получать те или иные положительные результаты внутренние хотя они могут быть достаточно долго вами незаметны но то что они будут это вот безусловно в этом можно быть уверенным на 100% вот выбирайте спокойное место можете сесть можете лечь по большому счету почему не нужно стоять потому что тело требует само по себе достаточно много внимания и внутренняя там тревожность и все прочее она все-таки выдергивает наше сознание более тонкую часть из этих попыток подняться потому что слушай смотри а то вдруг опасность потому что это прописано в нашей программе собственно говоря вот все эти так называемые тревожности или там вплоть до панических атак это как раз от неосознанности потому что программа работает а никаким образом в нашем сознании это не проявляется опять же я говорю с практикой это все преодолевается потому что сам по себе опыт помощи достаточно большому количеству людей в преодолении вот этих тревожных и прочих состояний он позволяет с большой долей уверенности утверждать что это именно так ну тем паче потому что делаем и добиваемся определенного результата ну вот принимайте удобную для вас позу лежа или сидя и настраивайтесь на свой мыслительный поток что значит мыслительный поток то бишь те мысли которые текут в вашем сознании старайтесь их выделять по большому счету одно из возможных проявлений что скажем верхней части лба там на уровне так как говорят третьего глаза направляйте туда и старайтесь чтобы вы можете сами себе поставить задачу чтобы мысли шли в виде каких-нибудь не каких-нибудь а конкретно чтобы они были словами тогда есть возможность фиксировать их значительно четче но если это не получается потому что как с Алексеем рассказали вопрос зависит от того насколько у вас развито воображение воображение способность вхождения в образ то бишь вы должны уметь и проецировать образ и по какому-то развитию дальнейшему уметь передавать образ и уметь воспринимать образ исходящий от другого человека потому что самая по себе техника говорения обычного словеса это очень малоинформационно насыщенная схема передачи потому как бы мы в той или иной степени этим владеем и по из древности передано что по большому счету раньше передавалось ощущение передавался образ и насыщенность была там в десятки в сотни в тысячи раз больше нежели мы способны передать словами потому что слова как бы не дают полноты образа при всем нашим к ним словам уважении поэтому вот эта возможность развить воображение позволяет очень серьезно продвинуться как раз возможности восприятия мира более тонкого более скажем высокого и объемного нежели мир явный вот и соответственно настраиваясь на течение этих мыслей в конце концов ну не в первый день может быть не в первую неделю может быть не в первый месяц потому что осознанное делание и как сказать регулярность я говорю с очень большой долей вероятности там потому что мало у кого не получается через 4-6 месяцев вы уже будете четко совершенно видеть эти мысли совершенно четко начнете разделять одну мысль от другой самое интересное тут даже не сами мысли а вот эти промежутки между ними это тоже одна из практик стараться уловить вот этот промежуток который есть между мыслями и чем дольше вы его сможете в какой-то момент продлить тем больше времени ваше внимание будет находиться не на обслуживании вот этого пустопорожнего круга опять же пустых ненужных мыслей а восприятие своего более объемного я то которое воспринимает окружающий мир и которое способно те или иные вещи уже ваше сознание проецировать что является нашим осознанием вот собственно говоря и есть краткое описание практики какие трансформации в этот момент происходят там достаточно наверное долго описывать поэтому мы сегодня наверное в таком сокращенном виде ее подадим и надеюсь что в какие-то следующие передачи эфира мы вернемся расширяя ее может быть кто-то из слушателей даст какую-то обратную связь по поводу того как он практиковал что получилось какие вещи возникли потому что условно даже связь с предками с нашими родовыми она как раз возникает во время обряда при схожей практике когда мы обращаемся обращаем свое внимание на ост собственно говоря на наш позвоночник и через вот эту антенну пытаемся воспринять какую-либо информацию или какое-либо ответное движение от предков своих родовок и как правило это получается при условиях когда человек хотя бы немного попрактиковал и ему удалось хотя бы на какие-то краткие мгновения вырваться за круговорот вот этих мыслей которые пытаются нам внешний мир так или иначе как бы замусорить наше сознание вот это то что касается практики поэтому Алексей если может недостаточно что-то рассказал скажи допомним вопрос по твоему мнению да в общем-то нормально все те у кого есть уши услышали у кого есть разум те разумели вот добренько это вот то что касается ну и почему мы можем назвать эту практику еще пока не духовной а душевной почему потому что когда мы развили в себе то или иной уровень осознания значит мы будем осознавать уже не вот этот круговорот мыслей которые никуда нас не ведут а мы будем осознавать чувствование более высокого уровня а вот это чувствование более высокого уровня как правило это уже возможность соприкосновения со своей душой и наше сознание не будет поглощено круговоротом этих мыслей оно уже будет слушать тишину с одной стороны а с другой стороны звуки более высокого порядка но это в данном случае эти феномены проявления они достаточно могут быть индивидуальны и в то же время сам по себе общий направление оно все-таки схоже в том плане что если человек выбрался за это он начинает какие-то вещи воспринимать более тонко и в какой-то момент открытие достаточно интересное происходит вот это скажем так с одной стороны эта практика нужна нам для развития нашего чувственного восприятия а с другой стороны здесь мы сами для себя получим в той или иной степени возможность взаимодействия с душой и собственно говоря душа собственно с этого момента перейдет из некого абстрактного понятия перейдет в понятие более-менее осязаемое вот и если бы мы как сказать могли себе воочию представить то что описывал что душа имеет достаточно много слоев и по смене мерности смерти достаточно большое количество этих слоев если уровень сознания недостаточен она разрушается и остается собственно говоря только вот эта схема и часть опыта уходит в область духа общего сознания как бы потребляется скажем общим всем родом как опыт некого пребывания если в нем какая-то есть польза либо просто растворяется а если человек имел достаточно высокую степень сознания значит по коловращении по пришествии в следующий раз очень много из своего духовного опыта и материального в том числе он может реализовать соответственно свой духовный путь он начнет реализовывать значительно раньше а начавший его реализовывать значительно раньше может достичь очень больших успехов во время одного воплощения одной жизни или здесь в явном мире это то что касаемо почему с одной стороны нам необходимо взаимодействие с нашей душой с другой стороны вот практики надо практиковать которые позволяют эту самую самую душу как таковую ее ощутить просто основное у нас по искону которое придерживается и в ведах как написано это все таки дух а душа в данном случае является неким мостиком который может быть усилен может быть взросшен может обрести новые качества но именно посредством нашего труда нашего делания таким образом Алексей продолжай мне нечего добавить все хорошо хорошо ну я думаю вдруг там если куда-то меня уносит ты немножко смотришь а то в миры гор не устремляешься а поток начинает идти и продолжаешь и продолжаешь хорошо ну вот алло да да говори а то нет что-то писано я думал вдруг связь оборвалась хорошо ну и соответственно теперь мы перейдем к следующей ипостаси перейдем к духу как таковому потому что вот Алексей по душе то что излагал ты как условно прямая обратная связь слышали какие-то вопросы вот есть может быть или там цельность цельности хватает изглаженного сейчас лично по мне так хватает а вот как наши радиослушатели хватает им или нет наверное мы от них можем узнать если какие-то есть вопросы то пожалуйста пишите в чате чат у нас работает сейчас я в него заглядываю так что вопросики от вас будут к нам поступать в эфир пожалуйста пишите хорошо ну будем надеяться что раскрыли тему более-менее достаточно и теперь попробуем вот терминологически разобраться все-таки что такое дух и насчет то что у нас тема заявленная тело душа и дух правила принципы и возможности взаимодействия то бишь тело у нас выживает отвечает за выживание самого тела в мире явном и соответственно тело является некой скажем субстанцией наверное такой термин через которую дух посредством души осуществляет свое движение в мире явном постигая самое себя преображая мир явный и мир навный потому что любое наше движение в мире явном оно точно так же отражается в мире навном и любое наше движение может вызвать либо противодействие либо некую помощь чтобы мы двигались дальше по пути постижения и развития теперь попробуем в этом же контексте развиться до раскрыть понятие до духа как такового что могли бы мы назвать духом и как мы можем в той или иной степени осознанно с ним взаимодействовать потому что до того пока мы не вошли в определенный уровень осознанности все все вот эти термины они как бы висят в воздухе они не являются для нас наполнены каким-либо смыслом и наполнены какой-либо функциональной полезностью поэтому нам надо стараться разбирать и как показывает практика то почему я всегда настаиваю что всем необходимо иметь и осознание и цельное миропонимание потому что если у человека есть цельное миропонимание в данном случае это не набор неких информационных блоков а это четкое понимание того как происходит движение сил в мире и как сам человек может в той или иной степени через то или иное посредство тела души и духа с ними взаимодействовать по большому счету это то что нам необходимо то к чему мы стремимся соответственно дух как таковой сейчас посмотрим может быть у нас здесь умное какое-то слово есть дух самая тонкая самая таинственная составляющая нашей сути которая является самой близкой нашей частью к божественному началу вопрос такой даже не вопрос а как бы искажение наверное мировосприятия там в той или иной степени я отслеживаю это даже себе потому что мы привыкли и впитали к сожалению в себя вот этот элемент понимания что вот есть нижний мир есть мир вышний с одной стороны по качеству мы бы их могли так разделить но мы их делим так как правило к сожалению и это наверное не совсем правильно делим их физическом восприятии условно то что внизу у нас находится мир более грубый а то что выше мир более тонкий и вопрос где в этих мирах находится дух вот бы что хотелось наверное определить а потом мы попробуем понять где он находится как он может выглядеть и как бы мы могли с ним взаимодействовать примерно так Алексей где может находиться дух твое какое-то мнение есть волшебное вот ты меня спросил я знаю что ты знаешь нет давай я буду угадывать так значит дух дух но если душа иногда уходит в пятки с ней все понятно дух крепкий духом да такое все сказано крепкий духом значит дух это тот что может нас направлять управлять нашими действиями мобилизировать нас значит это где находится воля так а где находится воля и переходим к следующему этапу в общем здесь дух дух ну-ка отвечает дух но опять же если мы берем материальное то дух это то что связано с волей это мозг если мы берем нечто высокое то дух опять же он не совсем в нас и находится может быть совсем не в нас опять же кого как продолжаешь или не-не-нет я вот высказался наверное самые распространенные такие не ну тут просто да тут есть у нас достаточно устойчивое выражение там духовитый там крепкий духом и ну там много достаточно схожих понятий и крепкий душой у нас не говорят у нас там говорят душевный да душевный наоборот больше мягкий такой нежный это вот понимаешь почему мы с одной стороны привыкли что вроде ипостаси восходящие там дух душа вроде бы они вот состыкованы но устойчивые выражения в языке говорят что это разные качества которые одновременно у нас присутствуют но проявляются совершенно по-разному крепкий духом потому что мы привыкли ну это как бы человек имеющий некую часто воспринимается некую твердость характера я думаю что это устойчивое выражение оно к сожалению наверное свою смысловую нагрузку во многом утратило и вот человек там храбрый твердый характер как бы часто может ассоциировать с человеком крепким духом я бы все-таки вот в контексте того изложения которого мы сегодня придерживаемся и собственно говоря по жизни по поводу моего переподавания обучения людей ну и собственно говоря своего опыта и тому что передано мне подразумевает что крепкий духом человек это значит человек имеющий четко ну может быть не совсем четко но достаточно безусловно обозначенную весть в себе которая позволяет ему взаимодействовать посредством души в определенном смысле с духом и он как бы имеет некое правило ну вот то что мы назвали вестью которая его движет вот ну в четком направлении в данном случае мы как бы воспринимаемся высокий духом еще есть такое слово и крепкий духом это тоже разные выражения высокий духом это значит человек который наверное обладает некой повышенной я такой термин употреблю светимостью по сравнению с другими людьми и и это заметно как даже людям не сведущим или еще еще потому что мы неоднократно слышали с одной стороны к сожалению я понимаю что далеко не всем в своей жизни удалось столкнуться с теми людьми которые обладают повышенным уровнем светимости рядом с которым реально ощущается присутствие такой большой силы и собственно говоря такой человек если появляется в каком-то месте в большом счету его появления достаточно для того чтобы там все стало преображаться в хорошую сторону это качество то которое несут наши волхвы и то собственно говоря в той или иной степени каждый из нас должен стараться проявить себе этот высокий дух поэтому крепость духа я бы отнес примерно к этой же ипостаси но в данном случае что человек воспринимает некое правило там не обязательно оно очень распространенное там может оно заключаться всего в двух трех словах может быть вообще в одном слове которое для него становится правилом его жизни и через это правило если оно соответствует видимо каким-то более-менее высоким вещам он входит в соприкосновение с духом вот тогда он становится крепким духом поэтому вот эти понятия высокий духом человеке крепким духом они различаются видимо в этом ключе поэтому сейчас и попробуем понять тогда каким образом дух может быть нами воспринят и что такое в данном случае дух вообще в целом есть поэтому сейчас расширим немножко понятия дух дух что Алексей есть что-то добавить я думаю что нам надо прежде чем расширять понятия каким-то образом перейти на музыкальную паузу ну пусть так будет как ты думаешь да перейдем я согласен хорошо давай а после этого уже сразу как как расширим так уж и расширим и углубим да добрый в эфире народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напомню шестой день месяца белого сияния и покоя мира 7500 24 лет створения мира звездном храме третейник по одному из старинных календарей а по одному из современных 17 декабря 2015 года четверг тело душа дух правила и возможности взаимодействия такова тема сегодняшнего живого эфира главный следующий сурьяр я напоминаю что вопросы вы можете задавать в чате вопросы в эфир и некоторые вопросы мы уже зафиксировали и обязательно их зададим а также я хочу в чате высказаться по поводу того какие песни звучат вот песня которая прозвучала в исполнении белого камня ансамбля белого камня почаще ставят такие песни или может быть слишком они для современного слуха как-то так не подходят больше может быть наоборот надо ставить те которые осовременены вот давайте как-то в чате свое мнение выскажите пожалуйста а те кто еще не в чате напоминаю что вы можете войти в чат достаточно один раз зарегистрироваться придумать себе логин пароль не забывать его и в общем-то будете общаться с друзьями и задавать вопросы а чтобы попасть в чат достаточно войти на наш сайт slavmir.org или написать в любом поисковике Народное Славянское Радио дальше заходите ищите слово чат нажимайте ну и так далее вот в принципе что я хотел напомнить нашим радиослушателям я буду посмотреть чат на ваши ответы и вашу реакцию итак пожалуйста Сурьер продолжаем продолжаем хорошо значит я тогда еще раз немножко обобщу то что мы сказали прежде значит тело имеет в себе с одной стороны программу выживания или программу инстинктов которая безусловно толкает нас там на те или иные действия которые способствуют по мнению этой программы выживание нашего тела или продолжение его существования в явном мире то что эта программа работает мы можем определить глядя на любого из наших слава богам и силе нашей и той же программе выживания мы выжили и в общем-то продолжили свое существование что позволило нам попытаться постигать более тонкие составляющие нашей жизни нашего всемиря которое нас окружает сама душа в этом ключе она работает в двух хипостасях изначально она как бы является вот этим адаптером через который программа или набор инстинктов поживания взаимодействует с тем что мы могли бы назвать вторым небом это тонкая составляющая которая ведет роды в плане рождения возрождения и правильного какого-то собирания опыта по сути наш опыт есть индивидуальный есть опыт общеродовой есть опыт общевидовой в данном случае условно есть опыт ваш опыт вашей семьи есть опыт вашего рода есть опыт всего русского народа и собственно говоря душа в этом плане она способна выходить в эти ипостаси и воспринимать ту информацию те потоки и те знания которые там могут находиться и с ними как-то соотноситься и через это она развивается одной стороны и программа выживания а с другой стороны выступает вот как раз мостиком вот этой интуиции которая пока на несознательном уровне если мы не занимались позволяет те или иные вещи нам воспринимать у кого-то так называемая животная звериная интуиция развита очень хорошо у кого-то она к сожалению уже потеряла свою составляющую но тут это полка двух концах с одной стороны если сильно развита нижняя составляющая интуитивная то есть животное она бывает блокирует возможность развития более высоких составляющих души и возможности восприятия более высоких миров это вот то что касается то что мы разобрали тело и душа и в той или иной степени разобрали возможности и принципы их взаимодействия что душа оказывает возможность восприятия той или иной степени тонкой информации из родовых потоков и в то же время она является и оживляющим и проводником более высоких составляющих но чтобы воспринимать эти более высокие составляющие мы должны развиваться нас к этому стремиться значит что касается духа давайте будем сообща думать в надежде ну не в надежде а все таки в уверенности что мы своими думками все таки перейдем в некую мудрость некое знание которое нам откроет и эта вещь ну хочешь я тебе попытаюсь из чата зачитать что народ думает о духе давай с удовольствием послушаю так вот ищу Михаил здесь писал дух безобразное проявление Всевышнего нечто находящееся вне времени вне пространства дух многомерный то есть ДУ пересечение пути Х имеется ДУЧИХ и творящий вот такое описание от Михаила неплохо но тут наверное я бы попытался уточнить у Михаила ну условно у всех слушателей в том ключе безобразное образ подразумевает некий некая наверное некая цель некую цельность которая имеет определенную возможность к действию я бы вот так наверное дополнил поэтому с одной стороны он говорит безобразное если он имеет что не имеет некого внешнего образа если он в этом ключе имел тогда наверное соглашусь с этой формулировкой безобразное безобразное и в то же время творящее так по-моему но безобразное скорее всего имелось ввиду может быть бестелесный вот в этом смысле ну да в данном случае наверное да мы скажем не имеющие безобразное проявление всевышнего нечто находясь вне времени вне пространства но значит без тела скорее всего но я скажу не имеющее некого явного для нас образа вот наверное я так бы сказал правильно нет но если так развернуться если пространство и время вот давай так пространство и время они подразумевают что вот в нашем случае когда есть телесные еще воплощения то пространство и время это то что мы можем каким-то образом ощущать Если нет пространства, нет времени То в этом случае тело не может существовать В первую очередь получается это бестелесный Вот выходит так Пространство и время это мерности Да, а если нет мерности, то в случае как может быть тело Тогда тело тоже не может быть Поэтому бестелесный в первую очередь получается Ну, творящие, хорошо Так, так, так Творящие, творящие Подождим Тогда у нас тут некая, наверное, в самой формуле есть проблемка определенная Дух безобразен В данном случае, если мы принимаем формулировку Что он не имеет некого выраженного для нас явного образа Поэтому мы говорим, что он безобразен В то же время творящий Значит, творящий, значит, имеющий некую свою волю и задачу Так, наверное? Повернуть-то можно и так, конечно, наверное Нет, нет Как сказать? Ну, вот есть некая формулировка Она, в принципе, интересна Я как раз и пытаюсь исследовать Значит, просто дух, как бы в данном случае некая самосила Которая не имеет образа, но творит Но творение – это, как сказать, процесс целенаправленный Вот, соответственно, должна быть воля и осознание для того, чтобы творение произошло Но здесь есть, опять же, некоторое противоречие Дело в том, что если мы говорим, как здесь Михаил написал Проявление Всевышнего А Всевышний, он проявлен во всем А, вот этот я пропустил Проявление Всевышнего А если он проявлен во всем А все, оно и пространство, и время Он во всем есть В этом случае он не может быть вне времени, вне пространства Тут парадокс, который нашему сознанию иногда просто вообще невозможно осознать Ну, потому что время и пространство, как мерности, да Это уже объекты явленного мира, так? Для Всевышнего этот мир не закрыт Всевышний во всем мире может быть Я о том и говорю, что, по сути, значит, получается, что дух Там как в формуле изначально ипостась или проявление Безобразное проявление Всевышнего А, вот, проявление Всевышнего Ну, тут ипостась, проявление, я думаю, тут нет противоречий Значит, подразумевается, что дух одновременно пребывает во всем мире проявленном И вполне, как бы, имеет возможность пребывать Как проявление Всевышнего за пределами мира порожденного Проявленного Так, хорошо Хорошо, ну, вот это само по себе проявление Всевышнего Проявление Всевышнего Значит, дух это то, что исходит от Всевышнего Тот, который порождает всемирие Вот так формула, да? Мы можем изложить понимание Вот если мы говорим о всемире, давай так представим Как-то мне задали вопрос люди Что такое славянские боги? Вот у многих, к сожалению, представление о богах Оно сводится к языческому представлению Которое нам было навязано после определенных событий Несколько столетий назад Что молимся в лесу, какому-нибудь колесу Вот лес, это дух Это очень глубокая формула Да, ну, я просто так упрощаю Вот, есть дерево Вот это там бог, грубо говоря Вот есть какой-то символ Истукан, Аликумир Вот это есть бог И вот язычники Это такие идолопоклонники Которые молятся вот этим богам Вот такое упрощенное миропредставление Миропонимание И многие современные люди понимают богов именно так Или есть несколько возвышенный христианский такой поворот Когда изображают бога, сидящего на облачке, светящимся нимбом А вокруг него херуимчики, ангелочки, ангелы и прочие-прочие архангелы Вот, но ведь это же не отражает того, что на самом деле являются наши предки, наши боги Вот давай себе представим Ты уже сегодня говорил о том, что наш, когда говорил про слух И все остальные органы чувства, они этому тоже подвержены Он имеет определенные рамки от и до Например, мы слышим, начиная, грубо говоря, от 20 Гц Заканчивая, грубо говоря, 20 тысячами Гц Все, дальше уже предел Плюс-минус там какой-то десяток Гц Это не влияет ни на что А дальше бесконечность в одну сторону Бесконечность в другую сторону И вот здесь то же самое Есть спектр видимого излучения И невидимого излучения Радио там, любого другого Которого мы можем чувствовать, можем не чувствовать Так вот, это все происходит в нашем трехмерном пространстве Но если мы понимаем, что боги, они находятся не только в трехмерном пространстве Они находятся и за пределами этого трехмерного пространства То есть, например, там может быть 16 измерений Там может быть 32, 64, 128, 256, 512 и так далее Там тысячами, миллионами измерений могут быть В зависимости от того, какой класс наш родич перешел уже То есть, грубо говоря, там, ну, условно, первый класс, да Родич переходит в второй класс, получает новую одежду Получает новые учебники Получает новую парту, за которой сидит новый класс Новых своих друзей У него, естественно, уже другие возможности И у него другие пространства И вот, вы скажете, а как ты это можешь передать? Я говорю, конечно же, из трехмерного пространства Представить, например, 16-мерное невозможно Но давайте попробуем Вот говорю, вы смотрите на планшет, да? Вот держите в руках планшет В планшете у вас идет какая-то игра На плоскости И вы видите, что те люди, которые там нарисованы Они двигаются, живут какой-то своей жизнью Вы можете вмешиваться Вы можете эту игру остановить Вы можете в кого-то из них подселиться И управлять им его действием Выполнять какие-то функции Потом перейти в другого автоматом Запустить его, чтобы автоматом выполнял свои функции Можете? Да, потому что такие игры есть Начиная от бродилок и заканчивая стрелялок Ну, всем известно, о чем я говорю Но это же в плоскости все изображено Но вы можете туда вникать То есть, вы можете в двухмерное пространство Своей волей включаться Управлять тем, что там происходит Но при этом Те существа, которые там есть Они живут в трехмерном, нормальном для них мире И вот это подселение в кого-либо В вас Оно происходит незаметно Просто вдруг Вот этот человечек Начинает действовать как-то по-другому Не так, как программа Работает для всех А теперь представьте Что мы, живя в своем трехмерном Пространстве Находимся в точно такой же игре Где наши пращеры Уже, которые перешли в другой класс Они могут заглянуть так же Что мы здесь делаем Остановить игру Тормознуть Перевести Добавить что-либо туда Вложить в кого-то какие-то знания Программу, ну, как в матрице Загружая программу управления вертолетом таким-то Раз, готово, все, полетел Вот Или там, наоборот, тормознуть Чтобы не наделать чего-либо Или создать так, чтобы какой-то другой человек Перед вами встал И помешал вам какую-то дрянь выполнять Или, наоборот, помог вам до чего-то дотянуться А теперь представьте, где еще больше Вот теперь для них, представьте Они уже в трехмерном пространстве А мы тогда вообще находимся Не в трехмерном пространстве А мы вообще находимся Уже на плоскости Вот как человечек, нарисованный на бумажке А их Там Уже пращеры То есть наши пращеры А их пращеры Находятся уже в том Шнадцатимерном пространстве И они теперь уже ими управляют Но им ничего не стоит Подсмотреть, что они рисуют на этой бумажке Вот понимаете, какая взаимосвязь То есть боги – это Не какие-то деревья Хотя в них можно вселить Кого угодно Дух там И бог может в них поселиться Это не какие-то деяния Не гром, идущий с неба Это все намного интереснее Намного многомернее И многоплановее Поэтому если мы находимся В примитивном сознании Дикарей Которых нас превращают То в этом случае Мы размышляем как дикари И тогда рассуждения о том Что такое душа Что такое дух И что такое вообще тело Нам абсолютно Ну не нужны Потому что Что череви в навозе копаются Что дикари Которые на эти червей смотрят Разницы никакой нет А вот если мы все-таки Потомки богов Которые понимают Как это все происходит Что этих миров Огромное количество Что измерения огромное количество Что в каждом измерении Есть спектр такой Который нам досягаем И не досягаем Что все это перемешано Взаимосвязано И что единственное Соединяющее между нами Это мысль Которую ты не успел подумать А там уже понятно Что произойдет Ты не успел Грубо говоря Требу принести А там уже все появилось То тогда становится понятно Кто мы Зачем мы Для чего Как мы будем развиваться И для чего мы общаемся Со своими прачурами Которых давным-давно На этой земле уже нет И для чего мы приходим К дуне Или на капище Или просто Сидя за столом Кладем На тарелочку Кусочек хлебушка Там или еще что-то едим Говорим Вот Предки вам От нас Зачем мы с давомым общаемся Зачем мы с духом леса общаемся Когда идем Зачем мы вообще С этим миром общаемся И относимся Как к живому Вот Когда мы начинаем Разбираться в этих понятиях Тогда все становится Со своей места А когда мы не разбираемся То высокие материи Ну что есть А не что нет Это все Ну как бы Праздные разговоры Ни о чем Ну вот как-то так Извини что я так Разодержал твою беседу Продолжай Ничего Ничего Очень Очень хорошо Как бы эти вещи важны Их надо повторять регулярно Поэтому К живем лесу Молимся к лесу Я недавно смотрел Эту вещь Она очень интересная Звучит забавно Во всяком случае Да Я в том плане Как говорят Люди С одной стороны Не сведущие Или не имеющие Никакого отношения К традиции К обычаю нашему Они вот Как бы Вот эту фразу Часто произносят Как в попытке Там уничижения Определенного Самого нашего обычая Самой традиции Вот Но там есть Несколько интересных вещей Мы о них Как-нибудь поговорим Об этом Воспетичном колесе Вот Которое здесь упоминается И мы знаем О чем оно Почему Собственно говоря На наших флагах Тоже одно Звело Проявление Так вот То что Написал Михаил Что дух Есть Проявление Всевышнего Соответственно Созидающее Порождающее Значит Это Есть Некая Сила Ну Мы можем Как бы Продолжить Эту мысль Да Которая Способна Порождать И Трансформировать Миры Те Которые Нас Согружают Явные И менее Явные Для нас Вот Наверное Так Да Нет Летей Как думаешь Да здесь Опять же Смотри Мы Сейчас Просто должны Выражать Свою точку Зрения Почему Потому что Сколько людей Столько Точек Зрения Это первое Во-вторых Сколько людей Столько Вариантов Подготовки Поэтому Давай Просто будем Излагать Свою точку Зрения А там Кому это будет Интересно И полезно Тут хватится А кому Это будет Неполезно Или неинтересно А может быть Непонятно Он напишет Я не понял Давайте повторите Понимаешь Ну как вот Словно Тело В той или иной Степени Доступно Каждому Ну имеется Своё личное Тело В ощущениях Доступно Каждому У нас Как бы Душа Которая Уходящая В пятки Или там В сердце Пребывающая Или там Кровью В сёки Бросающаяся Она нам Более-менее Доступна А вот Дух Как функционал Понимаешь Само по себе Изложение Оно Конечно Будет Но В данном Случа Не потому Что нечего Сказать А вот У людей Есть некое Мнение Оно Потому что Я слышал Его с одной С одной стороны Неоднократно А с другой стороны Сама по себе Формула В родовом Исконе Она Имеет быть Место Что из Дух Мысли Сила Родова Всё порождающее Всё изменяющее Во всём И всегда Пребывающее Хорошо звучит? Вполне Вот И соответственно Да На это Можно Закончить Было бы Изложение Но задача Такая Что Как С одной стороны Сначала У человека Появляется Информация То Собственно Говоря То Что мы Сейчас В той или иной Степени Её Накидываем А с другой Стороны Я же говорю У нас Не задача Плодить Там Фанатиков Или последователей Одного Или Другого Движения Я хочу Чтобы Моё стремление Таково Что Все Кто Слышат Имели Мнение В той или иной Степени Осознанно Хотя бы По мере Своей Поэтому Каждый Я говорю Должен Пройти Свой Путь Исследования Потому Что У меня С одной Стороны И формула Есть И понятие О том Как это Работает И вся Цельность Но Формат Позволяет Я Поэтому Пытаюсь Немножко Позволить Людям Поисследовать А не Потому Что Нечего Сказать И Соответственно Так как Ипостай Всевышнего Значит Это Сила А если Эта Сила Созидает Значит Она Имеет В себе Некую Мысль Если Она Всесуща То есть Пребывает Во всем И Пребывает Всегда Значит Это Тоже Одно Из Ее Качеств И Это То Что Наполняет Мир Созидает Мир Преобразует Мир По большому Счету Дух В данном Случа Не Отделим От Всевышнего Всебога Рода Или Кто Как Какой Формулы Придерживается Касаемо Пантеона Но Это Уже Вторично Потому Что Пантеон Есть Он Может Быть Таков Или Сяков А Функция То Что Мы Могли Назвать Которую Осуществляет Дух Она Вполне Себе Нам Понятна И Вполне Себе Нам Ясна Так Вот И Этот Дух Все Общий Он Наполняет Всемирие Он Это Всемирие Содидает Он Его Держит Он Его Проявляет Он Его Преобразует Соответственно Дух И Всевышний В данном Случае Практически Для нас Являются Синонимами Вот В этом Ключе Каким Образом Человек Как Ипостась Мира Явного Может Взаимодействовать С этим Или Как Этот Дух Воздействует На него Нам Надо Попытаться Разобрать Вот этот Элемент Давай Мы Попытаемся Его Разобрать Уже После Музыкальной Паузы Вопросы Идут Один вопрос В мою Сторону Как ты Успеваешь Эфир Вести В чате Писать Супруга Удивляется Сам Удивляюсь Но Видимо Помогают Еще Четыре Руки И Несколько Глаз Которые Незаметно У меня За это Время Уже Выросли Четыре Шести руки Скрываешься Восьми руки Многоглаз Ну что же Давайте Переходим На музыкальную Паузу Народная Славянская Радио Потому что Мы Славяне Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Шестой День Месяца Белого Сияния И покоя Мира 7524 Лето Створение Мира Звездного Храма Третьейник По одному Из старинных Календарей А по одному Из современных 17 декабря 2015 Четверг Тело Душа Дух Правила И возможности Взаимодействия Такова тема Сегодняшнего эфира Главное Следующий Сурьяр Мы уже Скоро На второй час Пойдем Как бьемся С понятием Дух Что же такое Дух Давайте Друзья Помогайте нам Разобраться Что же такое Дух Продолжай Хорошо Добренько Но тут На чем Мы остановились Перед музыкальной Паузой Значит Вот В целом Дух Еще раз Повторю Формулу Да Сила Родова Во всем Пребывающей Собою Все созидающее Собою Все соединяющее Все собой Преобразующее Всегда Во всем Пребывающем Это собственно Гля Та Наиболее Активная Ипостась Или проявление Всевышнего С которым Мы Как получается Взаимодействуем В постоянном режиме Вот То что касается Тела и души Как Неких Ипостасей Присущих Все таки Более явному миру Душа в этом плане Одновременно Пребывает В мире Духовном И В мире Явном Мир духовный Он тоже Достаточно Многослойный Соответственно Душа Возрастая Набирая силу Может В той Или иной Уровень Мира Духовного Взойти Если Вот Не если А Формула Которой Или форма Или понятие Которую нам Додает Родовой Искон Что есть Дух Да Это Мы можем Сказать Безобразная Безусловно Всегда И во всем Пребывающая Сила В первую очередь Точно Так же Как я Сказал Что душа В данном Случа Неким Маячком Является Через Которую Живо И Дух В нас Пребывает В данном Случа Живо Дух Сила И свет Являются Синонимами Потому Что Это все Проявление Разных Ипостасей Духа С которым Мы взаимодействуем В постоянном Режиме Вот И собственно Говоря Мысль Сила Родова Есть Дух Соответственно Мы Порождены Этой Мысли Силой Мы Живы Благодаря Этой Мысли Силе И Любое Наше Действие Любое Наше Движение И Сама Наша Жизнь Это Есть Постоянное Взаимодействие С этой Мысли Силой Соответственно Мы Как таковой Каждый Из нас Является Одновременно Вместилищем Силы И Она же Есть и Дух Вместилищем Живы Она же Есть и Дух Вместилищем Света Она же Есть и Дух Потому Что Род Во множестве Ликов И сил Проявляясь Собственно Говоря Формула Это о чем Гласит Что Каждый Из нас Одновременно Является Ликом Индивидуальным Выделенным В мире Яве В виде Тела В виде Некого Индивидуального Действия Одновременно Он же Является Одним Из проявлений Всевышнего Имеющий В себе Достаточный Уровень Полноты Вот Этих Хипостасей Почему Я говорю Что Когда мы Сужаем Каких-то Понятий Почему Нам Необходимо Понятия С одной стороны Углублять И расширять Чтобы мы Видели Как Это Устроено Как мы В том числе Устроены Как устроен Мир Окружающих Нас И Какое Взаимодействие С этим Окружающим Миром Для нас Является Созидательным Позитивным Либо Разрушительным Уничтожающим Нас И Мир Вокруг Нас Вот Собственно Горя В таком Наверное Ключе По Духу Соответственно Выращивая Душу Свою Как Некую В данном Случае Антенку В том числе Которая Позволяет Тем Или иным Уровнем Мира Духовного Дух Многослой В данном Случа Вот Эту Мерность Восприятия И Соответственно Это Не Обязательно Уже Образы Мира Явного Это Уже Образы Всемирия Те Которые Становятся Нам Доступны Обогащая Свою Душу Выращивая Ее Мы Точно Так же Напитываем Всемирие Вот Тем Опытом Как я Говорил Что Который Позволяет Всемирие Напитывать Новыми Идеями И Соответственно Развивать Через Наш Общий Опыт Наработанный Наш Опыт Всемири Заново Проявляется Заново Развивается И Становится Более Насыщенными Идеями И Всем прочим То что Для нас Полезно Все хорошо Говоришь Опять же Ничего Могу добавить Продолжай В том же Духе Ну просто Есть Одна Из формул Собственно Говоря Я ее Придерживаю Она Гласит Следующее Что Через Нас Всевышние Или Вышнее Я более Наверное Такой бы Формулу Даже Хотел Сейчас Отзвучить Вышнее Познается Мое себя Почему Потому что Проявляясь В мире Явных форм Вот Мир проявленный Мы Занимаемся Все время По большому счету Преображением Этого мира Пытаясь Постичь И создать Нечто Новое Если Кому-то Удалось Создать Нечто Новое Я считаю Это Потом Проявляется Как Некое Великое Достижение Целого Народа А по Большому Счету И Самого Рода Как Прародителя Потому что Его задача Как Гласит Родовой Искон Проявить Этот мир Во всей Красоте Во всей Полноте И Когда Придет Время Нового Порождения Все вот эти Возможности Силы Красота Весь опыт Созидания Он Там будет В новой Полноте Раскрыт И позволит Создать мир Более совершенный Более прекрасный Более Насыщенный Всеми делами Вот А то что Мы разбирали Керминологически Получается Вот я говорю Дух Свет Живо Сила Сила Мысль Родова Это вот Все получается Синоним То что Во всем Пребывает Все Созидает Силы Своей Мир Проявляет Преображает Вот Такова Примерно Формула И здесь Может быть Как-то Нам Для себя Сделать Такой Ну не знаю Поставить Такую Точечку Которая От которой Можно было Отталкиваться И понимать Разные Мировоззрения Которые В этом мире Представлены Вот так Дипломатично Чтобы высказаться Например Ведическом Ведическом Представлении Понятно Что Есть Тело Есть Душа Есть Дух Что Дух Это Некое Проявление Всевышнего Которое Может нас И связывать Через Которое Можно получать Форму Через Которое Можем Обмениваться Через Которое Можем Творить Взращивать Его Обмениваться Информацией В общем Все Связующее Такое И созидающее Одновременно Душа Это Нечто Более Упрощенное В неком смысле Но без Нее Тоже Невозможно Но Есть Другое Мировоззрение Которое К примеру Христианское Что Говорит Что Душа Это Самое Дорогое И вот Тут Мы Видим Два Таких Контраста Христианское Мировоззрение Достаточно Упрощенное И Вот Ведическое Более Насыщенное Как Можно Их Пояснить Твоими Словами Почему Так Сильно Разнятся Они Ну Тут Дело Даже Не в том Что Они Разнятся Просто Сама По себе Догматика Христианская Она Все-таки Достаточно Проста Потому Что Она Восприняла Некие Идеи Ветхозаветные Иудейского Народа Которые Рассматривали Все-таки Ипостаси Скажем Богов Самых Ближних К Земному Плану Которые Ну Вот Существляют Некий Функционал Близкий Просто Выживанию Племен Это Не Некая Возвышенная Философия Это Не Практика Потому Что Вот Сейчас Маленькое Отклонение Сделаю То Что Каждый Из нас Является Вместилищем Вот этой силы Вот этой Живы Вот этого Духа И И по Уровню Своего Качества По уровню Качества Развития Своей Духовной Структуры Мы Можем Становиться Вместилищем Все более Высокого Качества Духа Потому Что Это Как бы Некое Условное Понятие Потому Что Для нас Любой Дух Там С какой-то Высоты Начинается В любом Случа Позитивен И положителен Имеется Ввиду Что Есть Уже Когда Дробление Ближе К нижнему Миру Там Уже Дух Дробится На Некие Вот эти Проявления Души Кусочки Силы Осознанные Неосознанные Ну Это все В мире Как Который Несет Очень много Себе Различных Проявлений Достаточно Примитивных А Те Ипостаси Духа Которые Имеют Связь Цельным Это Для нас Очень Интересно Очень Важно Если Структура Наша Чиста Выстроена И имеет Достаточно Крепость Мы можем Вместить Очень большой И чистый Высокий Уровень Духа Который Нам Позволит Быть Одним Из Со Творцов Вот То К чему Мы Могли Бы Стремиться Это То Что Касается Слово Философия Я не люблю Но Как бы Наше Глубинное Миропонимание Вот Такой Термин Я использую В этом Плане Христианство Да Они Выбрали Технологию В общем-то С одной Стороны Как это Племенного Выживания И Все Что касаемо Этого В этом Ключе Они развились Христианство Точно Так же Восприняло Нетерпимость Ну Как бы Племенное Выживание Это значит Не Принятие Некого Цельного Образа Всемирия В котором Многие Лики Силы Народы Возможности И события Сплетены Воедино И Во главу Угла Ставится Выживание Некого Племени Которая Начинает Себя Там Как бы Важность Своего Выживания Оставить Выше Всех Остальных Возможностей Ипостаси И проявлений Вот Там Индивидуальных Или общественных И соответственно Так как Эта идея Была воспринята Как основная Там Выродилась Она Не выродилась Переродилась В идею избранности И соответственно Вот эта идея Избранности Стала тем Ключевым моментом Которое Застопорило Само развитие Более высоких Скажем Уровней Осознания Миропонимания И соответственно Христианство В этом ключе Унаследовало Вот Эту Некую Недоразвитость Самого Миропонимания Потом Были философы Там Эреген Александрийский Василий Великий Но они уже были Все-таки Выступали Через Призму Догмата И поэтому Не могли Подняться Там Ну и Какая-то Часть Была уже Потом Утилизирована Последующими Догматиками Которые Всю философию Которые Там До Там По сути Третьего века Еще какое-то Развитие Самой Философской Идеи И шло Потому что Первые века Христианства Ну По тому опыту Что нам Дотвалось Мы видим Что оно Имело Очень примитивную Формулу Как таковую Ну Ты считаешь Это было сделано Нарочито Специально Убрали дух Из Основных Всех писаний Или Это произошло Само собой Просто Вот как-то так Народ Почему-то Был не готов И надо было Ему давать Все в упрощенной форме Ну Потому что Народ С одной стороны Был не готов И Вот То что Называется Как первым Изначальным Христианством Это все-таки Во многом Была Религиозная Система Для Низких Социальных Слоев А во все времена Собственно говоря Низкие Социальные Слои Обладали В общем-то Достаточно Упрощенным Мировоззрением Я даже не говорю Миропониманием И чтобы Поэтому И вся формула Была Сведена К чему Вот Ты Плох Рожден В мире Таком-то Наказан За грехи Своих Предков Поэтому Задача Твоя Страдать И Если Ты будешь Страдать Достаточно Хорошо Может быть Там Некто Позволит Тебе После Смерти Но никак Не при Жизни Обрести Некое Послабление Режима Скажем так Вот и Вся Идея Которая Проецируется В Простом Изложении И Поэтому Она И Не Развилась Потому Что Массы Не Как бы Не Сведенных В Родовую Позиту Род Чем В этом Плане Он Интересен И Важен Что Один Человек Осознает Одно А Энное Количество Людей Связано Общей Идеей И Кровью Может Осознавать Значительно Больше Если Будет Остремлено К этому Поэтому Когда Дробится До Индивида Достаточно Низкого Любая Команда Всегда Меряется По Последнему И В данном Случа Христианство Оказалось Той Командой Которая Меряется По Последнему То бишь Рабы Там Кто Были Подследованы Рабы Проститутки Отщепенцы Потому Что Им Скали Здесь Есть Возможность Выскочить Из За Ее Доль Страданий Ну правда После Смерти А сейчас Еще Надо Потерпеть Пострадать Поэтому Сама Формула Она Не Развилась И Собственно Грея После Никейского Собора 325 Года По большому Счету Догмат Закончил Своё Какое-то Развитие Ну вот Глубину Разливаться Писаниями Святых Отцов Мы Слава Богам Пристигали В той или иной Степени Это Чтобы Понять Куда Движется И зачем Алексей Да Хорошо Повернул Но Получается Что У нас Есть Несколько Мировоззрений Самое Простое Наверное Это Делится На два Понимания Это Дарвинское Направление Второе Противоположное Это Вот То Что Связано С Библейскими Традициями Где Все Упрощено Один Бог Вот Тебе Не парься Вот Тебе Один Бог Не думай Ни о чем Думай О душе Будет хорошо Попадешь В рай Будет хреново Попадешь В рай Все Должен жить Праведно Деньги Тебе Не нужны Живи В нищете Довольство С тем Что есть Ну Ну и так Дальше А дальше Из этого Потом Породилось Среднее Между тем А другим Это Когда Разрушалось Ведическое Наследие Появилось Что-то Такое Где Вроде бы И Что-то Осталось От Ведического Что-то Было Дополнено Христианством И что-то Дополнено Было Дарвинским И Тогда Стали Говорить Ну вот Когда Человек Себя Стал Осознавать Как Человек То Он Стал Придумывать Себе Богов Которые Потом Стали Называться Родными Богами Вот Так Появилась Самая Древняя Религия Называемое Язычество Вот Такие Высказания Тоже Увидел Вот И Получается Что Теперь Уже Три Лагеря Тоже С Достаточно Таким Упрощенным Мировосприятием Которые Друг друга Недолюбливают Друг друга Присутствуют Нам же Сейчас Необходимо Мне кажется Людям Доносить информацию Что Не так Все однозначно В этом мире И не так Все просто Да Присутствовало И это И это И это В той или иной Степени Ведь Невозможно Было Эволюцию Исключить Потому что Что такое Эволюция Это когда Тебе Боги Позволяют Как-то Что-то Видоизменять Здесь На земле Или Видоизменяют Для того Чтобы что-то Ну Как-то К новым Условиям Да 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 Также Ведь Известно Что Земля С некого Времени Была Разрешена Статус Земли Был переведен Некий Полигон Где Можно Было Некоторым Существам Здесь Как-то Тоже Эволюционировать И развиваться И сюда Были Также Поселены Определенные Существа Которые Здесь Дорабатывались Дополнялись И так Дальше И тому Подобное И Также Поскольку Территории Были огромные То Внедрялись Различные Культуры Различные Верования И Все Что с этим Связано Поэтому Ничего Из этих Трех Вариантов Исключить Невозможно Потому что Религию мы не можем Исключить Ведь есть люди Разного уровня Развития Кто-то Сразу Как профессор Рождается Знания Имеет Очень высокие А кто-то И прожить Всю жизнь До первого Класса Своему уровню Развития Не доходит Поэтому кому-то Нужна Упрощенная Форма Кому-то Разнообразная Кто-то Видит только Одну сторону Развития Эволюционную А кто-то Видит что Есть другая Форма развития Когда его Из чего-то Создали Слепили И так далее Поэтому Я предлагаю Всем Кто постоянно Пытается доказать Правоту Того или иного Движения Того или иного Действия Развития Не забывать Про это Потому что Мир Он очень Многообразен И ваша Точка зрения Только маленькое Отражение Этого мира Вы стоите Только на одной Из Граней Этого мира Поэтому Весь мир Достаточно Трудно понять Все миры Тем более А уж все вселенные Многомерие Еще сложнее Поэтому Никогда не спорьте О том Что правильно Потому что То что правильно Для вас Для другого Может быть непостижимо Или наоборот Что правильно Для другого Для вас Может быть Совершенно Невосприимым То есть Вы можете Вообще Не понимать О чем он говорит Вот и об этом Если будете помнить То жизнь Станет намного проще Вы не будете Вылезать В какие-то Склоки Разборки И не будете Тратить жизнь На какую-то глупость А будете Заниматься Самосовершенствованием Развитием Развитием Ну здесь Есть Вот смотри Ты говорил Слово Раз Свитие Есть развитие Да Есть и то и другое Потому что Как говорится Есть время Разбрасывать камни А есть время Собирать Развиваться А есть свиваться То есть И совершенствоваться И свиваться И развиваться Всему свое время Поэтому вот об этом Надо не забывать Мир многогранен. Тут не вопрос, я с одной стороны согласен, что не вопрос, а тут спора. Но задача наша пройти немножко дальше, условно, какого-то узкого восприятия. Потому что мы терминологически уже затрагивали этот элемент. Язычество и ведическое миропонимание, что язычество способ непосредственного восприятия, но он имеет наибольшее качество, условно, если это язычество, потом во вторичной проекции, это ведуны, волхвы очень высокого уровня. Те, которые, собственно говоря, воспринимают веду неписанную. Потом она становится ведописанной и фиксирует какой-то элемент. Поэтому, я говорю, само слово язычество, или как мы разбирали, религия, тоже не является неким жупелом, от которого надо бежать и прыгать. Потому что если у нас есть понятие об этом слове, и это понятие вложено нами, а не навязано кем-то со стороны темным, мы начинаем правильно разговаривать, по крайней мере, друг с другом. Да, еще хочу добавить, но, во-первых, все-таки слово язычество, оно было уже привнесено, вот именно в том контексте, как говорили, как сейчас говорят, да, оно было уже привнесено намного позже. И как-то, ну, язычниками себя люди в древности это особо не называли. Язычи, да, говорили, там, народ, к какому народу принадлежишь и так далее. А вот, если уж говорить даже с точки зрения того, что как сейчас язычником кого-то называют, я не знаю, кто-то воспринимает это ругательно, говорит, я не язычник, там, да, и кто-то воспринимает нормально. Наоборот, кричит, что да, я язычник, это здорово. Дело даже не в этом, просто хочу сказать, что изначально, вот когда мы с тобой говорили про то, что ребенок, когда рождается, человечек, он рождается с первыми всеми признаки взрослого человека, но несколько недоразненными, но это все находится на таком зверином уровне, то есть, вот маленький, да, вот маленькое животное. И поэтому вот тут мы можем сказать, что вот в этом случае слово язычник очень хорошо подходит. Почему? Ну, во-первых, он родился в своем роду, а языч – это как раз представитель рода. Во-вторых, он познает мир через свои ощущения, а как раз большинство язычников, они так и следуют. Они вот, я потрогал, я это пощупал, я это услышал, вот так оно и есть. В этом плохое что-то есть? Нет, в этом плохого ничего нет. Это уровень развития человека, который необходимо пройти. Но ведь дальше можно, как я сказал, ограничиться этим и не развиваться, а можно еще дальше пойти развивать свои ощущения, формы, брать какие-то знания, где-то у кого-то учиться, ну, какие-то знания брать, учиться чему-то и познавать этот мир уже не только с точки зрения своих органов чувств, а уже постигать его через родовую память, через дух, через развитие души, через много-много того, что современным людям даже и не снилось. И вот тут тогда наступает второй этап развития. Человек, имея языческую, то есть животную такую хорошую, правильную, крепкую основу, хорошую, правильную, еще раз говорю, крепкую основу, без которой невозможно в этом мире жить, он начинает на нее уже при помощи, вернее, познавать что-либо, брать. И возникает еще одна настройка, более высокая. И когда вот это все раскрывается, вместе соединяется, тогда человек становится цельным. Да, и когда он еще дальше через это все постигает уже высшее, тогда он становится не просто человеком, он становится уже азом, о котором вот мы говорили. То есть именно Богом не просто называет себя, я родился, как ты правильно сказал, и Богом себя зову, нет, он становится уже Богом. Потому что недостаточно кричать, что я Майкл Джексон или я Д'Артаньян, еще необходимо каким-то образом уметь делать то, что умел делать кто-то из тех, кого там любят часто приводить примеры. Вот такие мои мысли по этому поводу. И, кстати, не только мои, но еще и тут, как мне говорят, музыкальная пауза еще подходит у нас. Я там буквально секунду, если позволишь. Алло. Говори. Да, да, да. Ну, значит, я говорю, то, что мы говорили, это разные способы и даже, наверное, уровни познания. Ну, и то, и другое нам необходимо, потому что на начальном этапе естественное наше постижение языча через посредство звука, через посредство мироописания, которое нам дают родители. И, когда мы развиваемся, мы уже слово, сказанное зафиксирование в виде ведической традиции, мы можем воспринимать. Но, двигаясь дальше, мы стараемся постичь уже веду неписанную, то бишь, чистое движение силы во всем мире. Это вот то, что и, как бы, правила и принципы, которым это сопряжено. Поэтому тут одно дополняет, переходит и, как бы, обретает новые качества по уровню. Вот так. Хорошо. Давай переходим на музыкальную паузу, дальше продолжим тему разбирать. Но у нас еще полчасика осталось до темы, так что давай не особо увлекаться. Хотя, конечно, эфир у нас сегодня интересный, мне самому нравится, живой мысли так движутся, волосы там где-то даже местами двигаться начинают. Ну, все-таки, музыкальная пауза. Народное славянское радио. Потому что мы славяне. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Шестой день месяца белого сияния и покоя мира. 7 524 лета створения мира в звездном храме. Третийник по одному из старинных календарей. А по одному из современных. 17 декабря 2015 года. Четверг. Почему говорю по одному из? Дело в том, что рассеяние было достаточно большое. И календарей было огромное количество. Они выдумывались разные времена для того, чтобы людям в разных условиях, новых в те времена условиях, выживать. И поэтому противопоставлять один календарь другому нет смысла. Почему я говорю один из современных? Потому что в современности существует тоже множество различных календарей. Тема сегодняшнего эфира «Тело, душа, дух, правила и возможности взаимодействия». Главный сведущий Сурияр. И слежу за чатом. Здесь переписка идет. И указывается о том, что очень часто различные течения родноверческие, языческие, друг другу противоречат. Не признают никого, кроме себя самих любимых или своего автора, или своего руководителя. Так вот, я хочу сказать, опять же, отталкиваясь от тех слов, которые были до этого произнесены. Как календарей было огромное количество, так и различных вариантов жизни существовало огромное количество в разных временах. Что свойственно нашему времени? Несвойственно было, например, времени столетнему, которое 100 лет назад было. Или тысячи лет назад было. Или миллион лет назад было. Поэтому, если сейчас мы будем говорить об этих разных временах и постараться их применить в сегодняшнее наше время, то в этом случае кому-то это покажется неестественным, нестандартным или противоестественным. Вот то же самое я могу сказать про тех, кто говорит, что вот та доктрина, с которой я ознакомлен, она более правильная. Да, извините, грубо выражать, да нифига такого не будет никогда. Правильно то, что человек сейчас мыслит. Почему? Для него будет правильно так, как он этот мир познал. Какую информацию он получил. И для того, чтобы каким-то образом встать на позиции другого человека, он должен каким-то образом еще умудриться изучить что-либо другое. Позицию другого человека, знание другого человека. А это очень тяжело. И на это способны немногие, на это способны здравомыслящие, а подчас и мудрые люди. Поэтому, когда вам встречается на пути человек, кричащий, что он прав или его учитель прав, и все остальные не д'Артаньяны, то в этом случае вы должны понимать, что перед вами или просто-напросто еще не смышленыш, который постиг что-то маленькое. И ему кажется, что это маленькое, оно великое, и оно единственное, что может быть правдой истиной. Или это провокатор, который хочет вас рассорить. Поэтому вы должны сделать для себя вывод. Что вы хотите? Вы хотите рассориться? Ну, тогда вы должны противодействовать. Вы хотите дружить? Ну, тогда вы обязаны принять точку зрения этого человека, сказать, да, ты молодец, все правильно говоришь. Ну, он же правду говорит, он же принял это дело. Он же принял эту точку зрения. И сейчас перебудить его, скорее всего, не получится. Поэтому для того, чтобы не входить в контрастацию, не входить в пике и не разбиться самому, не разбить что-либо, необходимо каким-то образом понять его, смириться с его мировоззрением. Точно так же, как взрослые смиряются с глупыми вопросами маленьких детей. Они иногда это через шутку все воспринимают и переводят в шутку. Иногда они ждут момента, когда ребенок что-либо начнет понимать в этой жизни и переходят к этому вопросу уже тогда, когда он сможет понять это. Вот кто вы в данной ситуации, в данном мире? Маленький ребенок, доказывающий свою правоту перед всеми окружающими, вплоть до драки, вплоть до самоуничтожения. Или вы мудрый, ведущий человек, который принимает мир таким, каким он есть. И вот дальше, приняв этот мир, каким он есть, он делает выводы и делает все, что вокруг него происходит, вернее, направляет все, что вокруг него происходит во благо и себе, и своему роду, и самому этому миру. Вот вы должны сейчас определиться, кто вы есть. И, естественно, когда вы уже определились, вы должны понять, что сейчас мы находимся не в самых лучших условиях, где можно драться со своими соплеменниками. Поэтому нас сейчас надо пытаться всеми возможными способами объединить. А мы почему-то друг друга начинаем срамить, друг друга начинаем ругать и переходим уже часто от слов к каким-то неприятным действиям. То есть задайтесь вопросом, на чью мельницу вы льете в воду, кому вы подыгрываете и что вас дальше ждет. Вот такая преамбулка следующей нашей части. Пожалуйста, передаю микрофон Сурьяру. Продолжай. Да, Алексей, ну немножко дополню твою речь. Пламенную речь. Да, да, да. Ну, я как бы не скажу в данном случае, что я с тобой на 100% соглашусь, но как бы сейчас разовью свою мысль, что, значит, мнений много, с одной стороны. А с другой стороны, почему какая та или иная традиция, тот или иной обычай постепенно возводится в категорию святых обычай. То есть это наш святой обычай, это наша святая старина. Как правило, один критерий, то, что мы в течение длительного времени, или может быть не очень длительного, там по-разному бывать, следовали этому обычаю. Мы остались живы, и роды наши размножились и преисполнились блага. Это одно. Это относительно того, что мы можем считать. Потому что сейчас, как бы, кто может что-то согласиться, кто может не согласиться, что для большинства, даже то, что вот мы знаем как четко имеющий источник, для большинства это все равно выглядит новоделом. Почему? Потому что они не видят, как это можно проявить в жизни. А мы знаем четко, вот следуя этому, будет это. Следуя этому, будет это. Поэтому тут на какие-то вещи мы упираемся достаточно четко. Единственное, что я про себя могу сказать, что я не пытаюсь никого переубедить, как ты говоришь, если человек приходит с другим мнением. Я говорю, вот очень просто. Делай, и будет тебе счастье. Если ты говоришь, но не делаешь, значит, ты просто как-либо пытаешься распространить морок, либо сам в мороке пребываешь. Потому что если ты говоришь, что вот будешь делать так, и будет благо для тебя и для окружающих родовичей. Делай. Мы как бы порадуемся, если ты имеешь то знание, которое позволит тебе проявиться. Вот тут в плане большого количества заблуждений, которые очевидно есть в самом движении, ну, они, понятно, значит, со временем они будут изжиты. Просто хотелось бы, наверное, чтобы это произошло через осознание, а не через попытку давления или доминирования одного над другим. Это в этом ключе. Поэтому я говорю, у нас вот два элемента дам. Следуем определенному деланию, которое говорится, что оно правильно, и получаем хороший результат. Либо тот, скажем, опыт и путь, в котором я нахожусь, и прошел там какой-то определенный отрезок, он подразумевает, что постигай, 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 и ты, как бы, по возможности старайся найти человека там даже не здравомыслящего, а ведающего, который, в конце концов, позволит тебе взглянуть на мир более широко, и тогда ты увидишь вот эти основные закономерности, и тогда не будет необходимости с кем-то спорить, ты просто берешь и делаешь свое. Если у вас там есть какое-то более возвышенное или там расширенное знание, я говорю, возьмитесь и сделайте. Преуспеете на этом направлении, так сказать, благом исполнитесь. Мы скажем, ваше знание, безусловно, верное. И поэтому сейчас вот у нас же большинство людей, мало сведущих, я не скажу, потому что они восприняли какую-то информацию и пытаются ее распространять еще. Я говорю, идите и делайте согласно своей информации. Тогда вот вы столкнетесь с духом, тогда вы столкнетесь с живым, тогда вы столкнетесь со светом. Если ваше дело правильное, оно будет исполнено света. Тогда и возникнет благо в вас и вокруг вас. Вот таким образом. Поэтому тут не вопрос, как слово это из дурной толерантности, не вопрос как бы без там спокойного принятия какого-либо мнения. Мнения, может быть, такое спорить не нужно. Просто нам сейчас на сегодняшний день надо научиться все-таки переходить от слов, которых у нас много всяких разных, к делу. А дело это научиться жить друг с другом в ладу, в правде и в общем созидании. Вот к чему нам надо прийти. И это вот для нас жизненно необходимо. Если мы этого не научимся, мы просто... У нас есть очень большой шанс потеряться и исчезнуть, как огромное количество родов, как я говорю всегда, от которых не осталось и пыли. Ну так о том же я говорил, потому что... Тут не в противоречии, я говорю, что как бы тут не вопрос, что надо вступать с кем-то в спор, а задача есть знание, реализуйте его. Мы будем смотреть и радоваться, потому что то, что вот я говорю, мы к этому стремимся, строим какие-то общины, потихоньку учим людей взаимодействовать. На самом деле это очень сложно, потому что долгие поколения, многие-многие, нас учили как раз не доверять друг другу и никаким образом не выстраивать схемы, по которым мы могли бы взаимодействовать. А эффективность наша, она именно только тогда возникает, когда мы начинаем сообща, созидать что-то. Вот здесь вот волшебство великое возникает. Ты даже не понимаешь, с какого уровня. Вот именно про это я говорю, что можно всю жизнь потратить на какие-то споры, а можно просто-напросто дать человеку себя проявить. Иногда, к примеру, бывают такие моменты, когда я не спорю с человеком, просто отхожу в сторону и говорю, пожалуйста, делай. И другие удивляются, ну как же так? Ты вот не вступаешь в спорт, ты не хватаешь упряжку, просто отходишь в сторону. Я говорю, ну человек, видно, что у него есть порыв самому это сделать. Может быть, он сделает лучше, чем я. Если он сделает лучше, чем я, я буду рад этому. И я буду говорить, вот, молодец, он взял на себя инициативу, проявил, сделал. А если он что-то не осознает, то в этом случае, если даже я буду каким-то образом, ну скажем так, брать инициативу на себя, а он будет перечить, то в этом случае, во-первых, дело все равно развалится. Но оно будет разваливаться намного медленнее, чем могло бы развалиться. И тем самым я потрачу очень много времени своей жизни и вашей жизни. А так я даю человеку возможность себя проявить. Он проявляет. Я сказал, если хорошего проявляет в хорошем направлении, то я буду рад. Значит, он самостоятельный, хороший человек, и дело, значит, будет развиваться. А если нет, он быстро себя проявит, и всем станет ясно, что в этом направлении двигаться не надо. Не с точки зрения подставы, нет, а с точки зрения дать возможность проявить. Это вот первое. Такой эксперимент я неоднократно проводил, и многие изначально удивляются, почему я отхожу в сторону, а потом понимают, что происходит. Второе, почему я говорю, не спорьте. Ну, потому что как можно маленькому ребенку, который еще даже в школу не пошел, объяснить, например, там какие-то дисциплины эстригинометрии, которые там в девятом, в десятом классе проходят, он еще не дорослит, он еще не понял. И убеждать его и спорить с ним невозможно. Необходимо, чтобы он, как правильно говорил Сурьяр, чтобы он сам до этого дошел, и тогда ему станет понятно, где он был прав, где-то неправ. А до этого момента ты можешь принять его таким, каким он есть, не споря, и дать ему возможность через какие-то, может быть, через какие-то свои действия, которые будут образовать какие-то ситуации для него в этой мере, познать этот мир, дойти быстрее до того момента, когда можно с ним будет о чем-то говорить. Вот с чем я говорю. Поэтому не начинайте спорить с тем, кто считает, что он открыл Америку и прибежал с вами делиться своим открытием, а для вас это уже не Америка, а давным-давно пройденный век. Вы давно это съели, переварили, и уже из туалета успели выйти. А он считает, что великое открытие сделал. Не надо спорить, он через это перейдет когда-нибудь. Вы создайте условия, чтобы он что-то еще новое для себя открыл, чтобы это съеденное быстрее усвоилось и могло пойти ему на пользу, и дальше какие-то он новые Америки для себя открывал, чтобы как-то до вашего уровня дотянулся. Это неблагодарное занятие спорить. Ну ладно, в общем, мы уже, я думаю, эту тему хорошо раскрыли. Давай уже как-то наш сегодняшний эфир заканчивать, да еще и вопросы есть. Ну давай попробуем ответить на энное количество небольших вопросов и поблагодарим всех. Хорошо, давай. Так, Евгений, вопрос Сурьеру. Как Сурьера относится к практике здесь и сейчас, когда внимание направляется в 5-7 точек тела и мысли-мешалка останавливаются? То есть мысли-мешалка останавливаются? Ну, это, как сказать, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, это достаточно непростая практика, чтобы... Есть просто термин здесь и сейчас, это осознавать себя в событии, там, каждое мгновение, кто я, где я и что я делаю. Вот этот вопрос, если ты его часто себе задаешь, он тебя выводит в это состояние здесь и сейчас. То, чтобы 7 точек одновременно направить, ну, это непросто попытаться разделить там, ну, условно, хотя бы 3 потока и на них сконцентрировать свое внимание. Это очень непросто. Если человек это умеет, ну, значит, я думаю, он хорошо продвинулся. А так, почему нет? Почему нет? Маленький такой секрет, может быть, кому-то я раскрою, помогу в чем-то разобраться. Есть такая очень простая практика расслабления. Многие расслабляют, ну, как вот сейчас начинают с кончиков пальцев ног, поднимают выше, да, ощущают какие-то вибрации, тепло и так далее, прослеживают, как расслабляет все тело, и заканчивают головой. Но самое главное, чем они, что они выпускают, это работа со своими глазами. Дело в том, что мышцы глаз всегда работают, всегда напряжены, даже когда вы отдыхаете. И вот если вы научитесь концентрировать свое внимание на расслаблении мышц глаза, из того, что вокруг глаза, то есть своего передней части лица, вот в этом случае вы научитесь очень многие процессы своего тела контролировать. И когда вы сможете полностью расслабляться, включая вот эти мелкие мышцы, то тогда перенаправлять внимание на различные там 3, 4, 5, 7 точек своего тела или какого-то пространства будет намного проще. Такая небольшая подсказка с моей стороны. Дальше. Немножко дополню в том ключе, что вот ту практику я описывал, там один из элементов есть, это наблюдение за своим дыханием. Просто садитесь и смотрите. Вдох-выдох, вдох-выдох. И вот если вы на этом движении сможете достаточно долго концентрировать свое внимание, тоже очень большая вероятность, что вы выскочите за вот эту молотилку. Хорошо, давай дальше. Аркуинон, вопрос в эфир. Как достичь цельности, то есть устойчивой продолжительной связи между явным физическим телом, душой, духом и телами в мирах Нави и Прави? Есть ли какие-то практики для этого? Ну, практик достаточно много. Я поэтому сейчас их перечислять не буду. Я скажу некий принцип, который позволяет в той или иной степени к этому приблизиться. Ну, в той или иной степени, потому что приблизиться можно очень сильно. Вопрос просто времени и приложенных усилий. Это регулярность правильного делания. Вот и все. Делаете, внутренняя дисциплина, внутренняя сила возрастает. И по сути вот элемент, когда вы из молотилки выскочили, обрели больший уровень цельности, ваш чувственный ряд возрос, и вы как бы способны сохранять концентрацию, вот вы и придете к этому. Просто это не одномоментно, и условно съесть таблетку и завтра оказаться в светлом будущем не получится. Ярагор, вопрос в эфир. Как тогда понимать выражение сказок человеческим, как вариант, русским духом пахнет, если он нематериален и безобразен? То как он может пахнуть? Ну, фраза сама по себе хорошая, интересный вопрос хороший, потому что безобразен. Тут же я говорил, но она, наверное, немножко там провалилась между большим количеством слов, что дух имеет много слоев и много, по сути, проявлений. Как бы для нас они, с одной стороны, безобразны, а с другой стороны, они имеют, ну, как бы, некое свое воплощение. Поэтому, собираясь в каком-то количестве русских людей вместе, они, вот то, что понятие есть, эгрегориальный план, мы как-нибудь к нему подойдем, там, по «проемся», что кроется за этим термином и каким образом оно работает, они создают вот это поле. Это то, как сказать, качество, которое может на каком-то тонком интуитивном плане восприниматься. Мы можем это назвать русским духом. Я не говорю, что, безусловно, именно так, именно это в сказе изложено, но сам принцип, сама возможность, она мне понятна и воспринимается вот так. Еще надо понимать, что слово «пах», не в смысле между ног, а «пах», «пахнул», это несколько другое, что можно и не связывать с обонянием, потому что есть… Ну, «пах» – движение духа в данном случае. Да, в данном случае, например, есть «опахало», то есть это не запах же там, да, или «распахнуть», «запахнуть» и так далее. То есть это некое движение, которое ощутимо, но которое трудно передать. Это не запах. Не имеет некого внешнего проявления, а воспринимается, я говорю, на тонком плане. Вот поэтому, если так, то все становится на свои места. Дальше, Евгений. Это я тогда уже задал вопрос. Ярагор. Вопрос номер два в эфир. Душа и дух имеют органы чувства? Нет. А чем тогда видят, когда выходят из тела на операционном столе или на астральном выходе из тела? То есть, понятно, да, нет органов чувства души и духа, но при этом, как тогда они могут видеть, когда выходят из тела? Подождите. Либо я что-то пропустил, еще раз тогда. Повтори бы, Павел. Ну, несколько сумбурный вопрос. Идея такая, мысль такая, что душа и дух не имеют органов чувств. Но каким образом они могут видеть что-либо происходящее, когда выходят из тела во время операции или когда происходит астральный выход из тела? Ну, почему душа и дух вдруг считают, что душа и дух не имеют органов чувств? Дух, как бы, если он во всем пребывает, значит, он способен воспринимать, ну, там, слово «осознавать», наверное, мы не будем тут использовать, хотя и оно вполне. Способен воспринимать окружающее. По сути, что такое наш глаз? Это просто некий электрический импульс, который, отражаясь от этого самого, заворождает в нашей голове, в мозгу нашу, картинку некую. Душа, в данном случае, как некая энергоинформационная субстанция, она имеет, как бы, источником тела, потому что тело в этот момент живо. И она способна еще воспринимать. То есть, через какой временной промежуток, то, что я говорил, вот эти тела, наработанные душой, разрушаются, ее сознание в этом мире, по сути, меркнет. А пока тело еще сохраняет в себе живу, душа пользуется этим точно так же. А дух, это другая ипоставь в данном случае, поэтому не говорится, что дух, выходя из тела, осознает душа, пока вот она сохраняет определенное количество явных тел, она пребывает в мире яви. То есть, ничего особо выдающегося нет. Согласен с тобой, что просто-напросто органы чувств, если это, конечно, органами можно назвать, да, несколько другие, но они также могут все воспринимать, так что здесь ничего удивительного нет. Да, просто где есть свет, там возникает картинка, вот и все. Картинка, да, я говорю, почему сказал, дух, свет, живо, сила, мысль рода, это все вот синонимы в данном случае, просто, ну, как бы, мы когда какое-то одно слово пытаемся втиснуть, оно начинает рассыпаться, почему? Потому что не описывает весь процесс. И свет, опять же, слово, это не только от то, что от лампочки идет, и от солнышка, потому что... Ра, это весь спектр света, по сути, это вот не лик, а это вот свет и постась, которая всегда все проявляет, по сути. Да, потому душа и может видеть то, что в явном мире телесных, телесные чувства не могут лицезреть или воспринимать и так далее. Это действительно тонкие составляющие, почему? Потому что вот эта пелена телесного восприятия спадает, и душа видит и тонкое, и плотное одновременно, скажем так. Хорошо, еще два вопроса у нас есть. Евгений, вопрос Сурьяру. Ты относишь себя к кому? К администраторам или здравомыслящим? По формуле фанатика, администратора здравомыслящей. Ну-ка давай, признавайся, кем ты сюда заброшен? Кто в твоем подчинении? Давай все карты выкладывай. Кто в твоем подчинении? Как звать? Клички, явки, пароли? Явки, пароли? Не скажу, все скрою. Я подумаю над этим. Это вопрос такой очень глубокомысленный. Поэтому поду в это глубокомыслие и потом как-нибудь попытаюсь. Сейчас пока не в состоянии. Запомни, чем ниже голова, тем глубже мысли. Не забывай об этом. Поэтому, когда будешь думать, обязательно вниз голову опусти. Так, дальше. Наталья, вопрос в эфир. В данном случае вопрос к эфиру не относится. Но как найти тебя, Сурьяр, на просторах интернета? Возможно, ты пишешь статьи, умеешь ты о сложном рассуждать просто. И это здорово. Как тебе найти опять про явки и пароли? Ну, явки и пароли все спрятаны у меня в славянском радио. Написать туда письмо и получить ответ. Хорошо. Мы будем передастыми. Так, дальше. Еще вопрос от Натальи. Вопрос. Ну, да. Ну, передавать будем. Так, вопрос Сурьяру. Откуда появилось понятие душевное переживание? Ну, я же... Об этом мы говорили, что условно, когда душа возрастает до какого-то определенного уровня, она способна резонировать. Ну, как бы, ощущать движение других душ. Вот тогда возникает душевное переживание, когда ты с какой-то душой, и она, как бы, сопоставима с тобой уровня развития, как правило, потому что это необязательное условие, но при этом более достижимая возможность сопереживания. Здесь, наверное, надо понять. Слово переживание у нас воспринимается в очень упрощенном варианте. А ведь много существует вариантов. Ну, что такое переживание? Есть переживание за кого-то. Разобрать естественно. Да, когда человек просто воспринимает происходящее с другим человеком, и он начинает то, что разочувствовать, то есть он пытается понять чувствами своими, своим опытом, что другой человек чувствует. Это называется переживать, то есть за него переживает. Второй вариант, он переживает какую-то ситуацию, которая должна произойти. Он додумывает, придумывает, и ее раскручивает, и переживает. А третий уровень, который мало кто осознает, это когда душа переживает себя, свое тело, или дух переживает свое тело. То есть он выходит за рамки, эта жизнь для него закончила, он пережил эту жизнь, жизнь для него закончила, пережил, ушел куда-то. Поэтому в каком смысле здесь душевные переживания или духовные переживания, это еще надо разобраться. Есть простой способ, есть более сложный, а есть тот, о котором ты сказал, третий, о котором мало кто догадывается. Так что просто задумайтесь над этими вопросами, и многие ответы к вам придут сами собой. Ну что ж, наш эфир можно уже заканчивать. Основные вопросы все мы сказали, ответили вернее, но здесь еще появился вопрос от Вероники. когда дух выходит из тела, человек умирает, уходит из этого мира. Последний такой вопрос. Это знак вопроса в конце? Да. Ну да. Да. Именно так. Понятно. Ну вот так вот мы и заканчиваем этот эфир, чтобы сказать, на радужной такой веселой ноте. Ну, с другой стороны, смерти нет. Смерть – это не какая-то страшная тетка с косой. Смерть – бытие. Да. Это всего лишь отмеренная какая-то часть этого мира, который, наверное, нужно было пройти, отмеренная часть жизни, Вселенной. Не более того, но вот времени, можно сказать. Прожил, набрался, пошел дальше. Так что смерти свою не наблюдайте, не знаете, видите ее в окружении. Ну и так далее. Давай, в общем, сейчас заканчивай. Что-то такое радостное, доброе, хорошее нашим радиослушателям? Я хочу всех поздравить, что вот ты сейчас, как на доброй ноте сказал, смена меры бытия. Вот сейчас у нас там буквально через четыре дня Карачун, самый короткий день, самая длинная ночь, и как Корс, как Свинтовид заканчивает время бытия в этом коллагодье, и уходит Ивина. И будем его провожать, будем огонь зажигать. А через три дня будем встречать уже коляду, нового нарожденного встречать. И будет великая радость. Преодолеем мы тьму, и будем свет собирать сообщение. И скажу вам, это здорово. Это здорово, потому что, когда вы не отрываетесь своих корней, в этом случае у вас есть ваше будущее. А будущее, это всегда нечто такое, что воодушевляет человека на какие-то подвиги, на какие-то изыскания, на какое-то самосовершенствование, познавание. Вот будьте всегда чуть-чуть детьми, которые всегда познают этот мир. Но только не просто детьми, которые хватают за все рядом находящиеся, например, там, суют пальцы в розетку, или там, хватают молоток и пробивают кому-то голову. Нет, детьми с точки зрения познавая этот мир, а относиться к познаванию с точки зрения взрослого человека. Вот когда у вас это все совмещается, вы становитесь полноценной личностью, развивающейся, самопознающей, самосовершенствующей, и тогда вы исполняете ту миссию, ради которой присутствие на этой земле. Напомню, что сегодня у нас шестой день месяца белого сияния по покое мира, 7500 до 4 лета, третейник, по одному из старинных календарей, по одному из современных, 17 декабря 2015 года, четверг. Мы говорили о теме «Тело, душа, дух, правила и возможности взаимодействия». Главный с ведущей Сурьяр. Всем низкий поклон за участие в эфире. Естественно, Сурьяр за то, что он говорил о нашем радиослушателе, за то, что писали, за то, что слушали. От вашего имени благодарю ведущего Алексея за то, что принимал участие в этом эфире. И перехожу уже в автономное вещание. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Всем здравия. Народное славянское радио для пытливых умов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова